Страница 450. И князья, и бояре были также братья, хотя им и воздавалась честь княжеская и боярская, но по любви, а не по принуждению. И они правили народом и держались соответственно этому народному представлению о власти. Власть хамская, там была бы не только невозможна, но и непонятна. Здесь она появилась и стала возрастать не по дням, а по часам. Теперь в высшей степени стало нравиться начальствовать, владычествовать, удовлетворять, душить, давить всех, кто был ниже рангом. Вместе с тем рос спуск, роздик, плетки, членовредительным наказаниям и далее все развивающимся и все утончающимся пыткам. Византия одерживала победу над русскими, в свое время совершенно удалившими из христианского сознания византийское безобразие. Насколько московское государственное самосознание возвышало дух знатных и богатых и сильных, настолько оно принижало, отнимало веру в свои права, в свое христианское, всем равное значение у простого народа. Народ несчастливо подпадал под немилосердную власть возгордившихся государственных строителей, уверовавших в мощь государства и переставших верить в силу Церкви Христовой. Тех, которые любили Михаила, на самом деле любили только самих себя, ибо он был то же, что и они. Но они хотели любить святых, так же, как и Михаила. Нетрудно любить святых, ибо они сама любовь, Христос в них живущий. Пользуясь любовью святых, это, как всем прочим земным наслаждением, прибавлять и счастье, дышать и радоваться воздухом небесным. Но трудно, мучительно трудно было святым с этими людьми. Ведь святые знали, что эти люди обижают меньшую братью, что все хуже и хуже живется незнатным простым жителям московского царства, что сильные всячески стараются обогатиться за счет слабых. Обличать, но ведь христианское обличение – это любовный призыв к покаянию, оно пробуждает желание изменить свой образ поведения. Только в таком смысле обличение возможно. Святые не обличают, кроме особых моментов, указыванных им Духом Святым, если они чувствуют возможность протягления и, значит, возможность ожесточения обличаемого. Феодосий Печерский плакал, когда кого-нибудь обличал. Но почему он плакал? Конечно, нет умиления перед собственным поучением, а потому что слова его растворялись в сердце обличаемого, потому что обличаемый внутренне давал обещание Богу исправиться. Сердце Феодосиева чувствовало сердце грешника, обращающегося к Богу, и от того плакало от радости. Но сердца сильных в Москве, холодные в послу, холодно выслушали слова по учению святых. Всякое строгое обличение могло вызвать в них злобу, сильнейшее противление. Они хотели ласки, только одной ласки от Божьих людей и не терпели противоречия. Но самое тяжкое, они требовали ласки. Если святой жил вблизи, они не оставляли его в покое. Они приходили к нему, звали к себе, домогались его участия в своем жизненном обиходе. Как впоследствии москвичи любили, чтобы на званых обедах и ужинах у них присутствовал хотя бы какой-нибудь генерал, чтобы по воскресеньям после обедни подавали у них пирог. Так любили они тогда на все домашние праздники, именины, христины и прочее, залучить к себе святого человека, хотя бы даже, как это было впоследствии, юродивого. Святой Сергий сначала жил в гебрях леса, но другой великий святой того времени, Кирилл Белозерский, 30 лет прожил в московском Симоновом монастыре. На Бело озеро ушел 60 лет. И по житию видно, как мучительна была ему московская близость, как спасался он от богатых гостей, то послушанием стекарни, то уходя в безмолвые кельи, то отказом от игуменства. И наконец житие прямо говорит, в посещении богатых и знатных лиц то ли вникали дух, что Кирилл слезами молитвы не возопил к Богоматери, указать ему иное место жизни. И, как мы говорили, услышал от иконы голос и увидел то место на Бело озере, куда вскоре переселился. Поселившись там, он отказывал тем из знатных, которые хотели видеть его. «Извещая тебя наперед, что нельзя тебе видеть нас. Оставлю монастырь и уйду, куда Бог наставит», писал Кирилл Звенигородскому князю, пожелавшему посетить Кирилла. «Был у нас твой брат, Олег, князь Андрей, но здесь его отчина, и нам нельзя было не отдать поклона своему государю. А твоей отчины здесь нет». В житии Дмитрия Прилуцкого читаем о Переиславском подвижнике в городе Переиславле-Залезском узнал Дмитрий Донской и просил его быть восприемником его детей, за что удостоил щедрых даров. Но святой Дмитрий, бегая славой человеческой сказанной в житии, решил удалиться в глухое место и ушел за Волгу, в Вологодские леса. От княжеских ласк и любви далеко бегут московские святые. Стоится поставить это с бегством от знатных постоянных пребываний у святого Феодорфия, Печерского, киевских князей и его собственно частое посещение дворцов, чтобы понять глубокую разницу обоих периодов жизни в русской церкви. Дмитрий Прилуцкий для богатых и знатных не прерывал своего молитвенного правила сказанной в житии. И все святые не любили зачем-либо обращаться к богатым. Но святого Сергия братья возроптала до того, что один из них от лица всех сказал, приходится умирать от голода, потому что ты запрещаешь просить у имущих. Не много потерпим, все уйдем отсюда. Кирилл Белозерский, когда братья понуждали его послать к поместикам за хлебом, отвечал, Бог и Богородица не забудут нас, иначе зачем мы жить на земле с людьми слишком навязчивыми своей милостыней. Вот как говорил святой сын мой, ты сегодня заставил нам ввозд хлеба, но отвези его обратно домой, у тебя есть работники. Напитай прежде рабов своих, а остатки, если что, останется, привези нашей нищете, и тогда будешь истинным милостившим. Удаляясь от сильных, святые продолжали болеть сердцем об угнетаемой меньшей братье. И как только доходил до них слух, что некто порабощает свободных людей, что другой жестоко обращается со своими домашними, третий плохо кормит рабов. Они точно слали послания, не зирая на то, кто были эти люди, князь, боярин, разбогатевший разбойник, богач, и зажег на светильниках храм на свои свечи. Но вот сюда же пришли обиженные, тобой рабы, сироты, вдовы, и воздыханиями Богу на тебя. Они слезами своими погасят твою свечу. Лучше бы тебе не обидеть их, чем освящать храм. Лучше помогай тем, кого ты обидел. Лучше сделай рабов твоих беспечальными, чем Богу приносить неправильно собранное имение. Или кто будет продавать детей свободного человека, и обрячется кровь, неповинную продающим, и взымется от руки их кровь, та пред Богом. И на страшном суде лучше бы им не родиться. Или лишние деньги за выкуп от неволи бесконечная беда. Непрестающие слезы, немолочное воздыхание, несогретая зима, не угостающий огонь. Или кто думает, что покупка могил в Блицеркле у милостивил Бога, напрасно думает. Если обидческий грабитель положен даже около самого алтаря, то обиженный пришедший возопиет на него к Богу со слезами. Святой Кирилл Галазерский писал Василию Первому князю московскому, если князь-то грешит, то причиняет вред всему народу. Слышал я, что у тебя великое несогласие с твоими сродниками, князьями суздальщими. Ты выставляешь свою правду, а не свою кровь христианская льется. Осмотри, государь, если они будут просить мира Бога ради, окажи им милость, покажи им любовь и сострадание. Никакая власть княжеская не может избавить от суда Божия. Князю Можайскому он писал, не ленись сам давать управу крестьянам. Это внести тебе выше поста и молитвы. Ни один какой-нибудь из святых писал такие послания, а все они. И Кирилл Белозерский, и Антоний Фийский, и Корнелий Вологодский, и Александр Свирский, и Зосима Соловецкий, и Савва Вишерский, и многие. А святой Сергий Радонежский писем как будто не осталось. Но мы уже говорили, что письма к митрополиту Киприянову святого Сергия исчезли, и мы высказывали предположение почему. Дабы не расстроить стилизованные последующими церковными писателями дружбы святого Сергия с князем Дмитрием. Даже и здесь могли опасаться, что обличение святым Сергиям высокопоставленных лиц может дать дурные примеры, сделать особлазну все времена, когда всем церковным людям было как бы уже изменено в обязанность или молчать, или раболепствовать через всякого рода государственной властью. Откого эти обличительные письма, если они существовали, а они, наверное, существовали, почему святой Сергий должен был в этом случае отличиться от других святых своего времени и не вспомнить того, что именено высшую похвалу церковью, трем великим отцам церкви, царей-обличителей беззаконные, безбоязненные, то исчезли письма, подобно письмам святого Сергия к китрополиту Киприянову князю Дмитрию. Потому то и стало возможным в житии и подвигах святого Сергия писать под рубрикой «Преподобный Сергий охранитель из поручских самодержавия русских государей». Такие вещи, как не признать, как не признать, замещает один занимательный к путям промысла Божий исследователь, как не признать в этом подкише святого Сергия под духовным завещанием князя Дмитрия особого благоволения Божия к самодержавию. Почему? С большой буквы слово самодержавие и ко всем верным оному ценам России. Русский народ так и понял, это и доселе в лице преподобного Сергия чтит особенно великого и сильного молитвенника за своего самодержавного царя, его августейшую супругу и старшую богоросленную Ветель, именуемого в отличие от всех других за сударем наследником цесаревичем. Достигали ли всегда цели святые послания? Это трудно выяснить. Однако Дух Божий не напрасно располагает свидетелей верных к обречению через послание. Обречение лицом к лицу, как мы говорили, редко действует на силе мира сего. Причина этому в евангельской книге Деяния апостолов раскрывает нам некто, выразивший свое мнение об апостоле Павле о личном воздействии апостола и о воздействии через его послания. В посланиях Павел строг и силен, а в личном присутствует слаб и речь всего незначительна. То есть, конечно, речь кажется незначительной этому некоему. Почему? Очевидно обличаемый некто принадлежал к роду, о котором мы говорили, к силе мира сего, мало чувствительным к доброте. Речь апостола была смягчена, как бы ослаблена его добротой. В Писании же хранится все грозное значение Божьих судов. Впрочем, послание святых имеет еще одно важное действие. Именно для простого народа, ради которого, чтобы вызвать милость или, по крайней вере, исходительность к нему, они писались. Благодаря этим посланиям народ знал, что у него есть святые заступники и потому не было у малых всех такой беспомощности, чувства Божьей оставленности, такое явилось позднее, когда сильные в государстве победили и заставили замолчать святых. Помощь святых обижаемому простолюдину была не только духовно-нравственная, но и как бы физическая, непосредственная. Святые уходили из центра в дебри незаселенных мест. Средо своими заступниками двигался простой народ. Он шел с заветным топором, косой и сахою, неприхотливыми орудиями своего благословенного труда, раскидывал вокруг тела отшельников свои селения, веря, что святые защитят его от порабощения сильных. И действительно, в те времена всеобщего почитания божьих людей царская власть и рука сильных слабели и сюда не простирали своего могущества. И когда снова, как бы гонимые шумом доносящимся из центра, великие отшельники, поручив выросшие вокруг них обители своим преемникам, шли далее в неведомые страны, куда, по выражению древнего русского земледельца, ни топор, ни саха не ходили, народ следовал за своими божьими покровителями и опять населял вокруг них села, деревни и новые починки. Не сам ли Христос, гонимый в лесе своих меньших братьев, все дальше отходил от тех городов, где его сила менялась на силу гремящего, строящегося и самодавляющего государства? И кто был достоин искал и находил его? Когда же заселится вся, казалось, бескрайняя русская страна, и некуда будут уходить святым, и вместе с ними исчезает Христос, скрывшись в глубине душ верного русского народа. А в видимости останется византийский, великолепный, с бесчисленными в золотых маковках храмами русская православная церковь, возглавляемая людьми с драгоценными панагиями и золотыми крестами на груди, от которых в это святое время отказался святой Сергий Радонежский. Литература и светская, и церковная, то есть писания священнослужителей разных рангов. Одно из главных заслуг святого Сергия считает основанием многих монастырей. Преподобный Сергий был великий устроитель монастырей. Он пользовался всяким случаем завести обитель, где находил то нужный, говорит один светский историк. До семидесяти монастырей основаны учениками святого Сергия и учениками его учеников, воспитая другой церковный писатель. Как мы цитировали из первоначального жития святого Сергия, уходя в дебри леса, он не думал строить обители, не желал собирать вокруг себя братья. Он хотел только укрыться навсегда от мира людей. То же самое мы цитировали о других святых того времени. Что же значит святые изменили своему первоначальному нежеланию строить монастырь, а святой Сергий даже стал поступать обратно всюду строить обители? Через 2-3 года после его переселения в дебри леса начали приходить люди, прослушавшие о его подвигах и желавшие жить рядом с ним. Святой Сергий сначала отказывал, вставаясь на трудности лесной жизни, однако их неотступленные просьбы склонили его к разрешению и он даже помогал им строить домики для жилья. Невозможно назвать монастырем первоначальную жизнь будущих иноков. В течение 10 лет они даже не имели его имена и пресвитера. Только 26 лет спустя в 1372 году по грамоте Константинопольского патриарха и благословению митрополита Алексея, которому Святой Сергий обратился за советом о предложении патриарха, введен был общежительный устав. Событие это и следует рассматривать с начала монастыря. И точно обнаружилось, насколько истинное монашество было и по нраву многим собравшимся к Сергею. Житие говорит об этом просто. И на китово времени не любили общежитие. Иначе сказать, любили устраиваться своим хозяйством как кому вздумается. Разница между Киево-Петерской братьей и братьей Святой Сергии была большая. Сколь кроткой с любовью было там принято решение Святого Феодосия ввести устав, настолько здесь общежитие казалось неприемлемым, даже вызвало раздражение. Это раздражение обратилось Сергия, хотя и не по его инициативе вводился устав. И вот теперь Сергия уходит из собственной обители. Вжетие сказано, игуменство не привлекало, отяготило смиренного Сергия. Тем менее желал им управлять такими, которые не желали его управления. Предоставляя своевольных суду их совести, преподобный никем не замеченный вышел из обители, где прожил 32 года. Никем не замеченный. Но могло ли быть так, если бы братья по-настоящему любило святого Сергия. Любящий сердце стережет любимого. А разве даст она уйти ему незамеченным в скорби и унижении в цель уйти навсегда? Конечно, не в брате Стефане, который был рупором общего настроения. Здесь было дело. Пригал кинелу к своему другу Стефану Махритскому святой Сергий не думал о новой обители, а просил Стефану указать ему, где удобнее поселиться для безмолвия. Скоро нашлось прекрасное место на реке Киржач. Но опять стали приходить желающие приютить все около Божьего человека. Приходили и заставленные Сергием троицкой обители. Приходили и со стороны. Скоро возникает нечто вроде обители. Строится церковь. Только через 4 года святой Сергий вернулся в первоначальное место своих подвигов. А на Киржаче остался игуменом Роман. Мы должны обратить самое серьезное внимание на причину обратного возвращения святого Сергия. Была ли это тоска и любовь по оставленной братьям? Что такое тоска? Это ответная любовь любимого душе любящего. Это желание и иногда непреодолимое снова увидеться и жить вместе. Святой Сергий был образ Господа Иисуса Христа, значит сама любовь. Если бы оставленное братье любовно простирало к нему руки, сердце назвало его. Мог ли устоять любящий пастырь, а ведь он был избранный Богом пастырь, не людьми, как большинство священнослужителей, а Богом? Мог ли он четыре года не откликнуться на их зовущую любовь? Нет, конечно, давно бы соединился с любящими. Вернулся же он по распоряжению высшей иерархической власти. В житии сказано, оставшиеся в обители сначала обращались к святому Сергию, но когда он не согласился вернуться, они послали ходоков к митрополиту Алексею, прося его содействия к возвращению Сергия. Митрополит Алексей отправил скиржать двух архимандритов и святой Сергий ответил, что он всегда послушен митрополиту. Стилизованное житье, конечно, говорит о том, что братья не могли переносить разуть к Сигуменам, и оттого обратилась за содействием к митрополиту. Что братья хотели о возвращении святого Сергия, это, конечно, не подлежит сомнению, но вот вопрос, какая причина была этому хотению? Мы уже сказали, если бы то была любовь, то святой Сергий вернулся бы и сам. Причину истинную найти нетрудно, без святого Сергия обитель, конечно, стала скудеть и, кроме того, вероятно, подвергаться всеобщему изумлению. От братья ушел святой человек. Не любое соображение высшего иерархического управления, быть может, начавшийся соблазн, возмущение народа на монашек, стоящих без любви, послужило основанием вторичного соединения святого Сергия с оставленной братьей. Здесь как бы опять расходится внутреннее желание двух святых. Но святой Сергий был чистый сосуд любви, содержимый свыше в пустыне, чтобы не касаться влияния века. Между тем, митрополит Алексей высший иерарх должен служить и мириться применять себя известной степени положения вещей в управляемом им народе церкви. Дела любви среди братьев свидетельствуют о духовной прочности или обратно возникающей церковной общины. Поэтому скажем еще об одном характерном случае жизни святого Сергия. Однажды в обители ощущалась крайняя скудость в пище. ничего не ел. Тогда он предложил одному брату, который хотел построить сей к своему домику и ждал плотника из деревни выполнить работу за хлеб. Брат знает, что святой Сергий не за дурного плотника. Согласился, но просил прощения, что ничего не может предложить, кроме решета с кусками гнилого хлеба. Святой Сергий тоже принялся за работу и только в конце дня по окончанию постройки начал утолять голод гнилым хлебом. В житии сказано, некоторые из братьев заметили при этом, что из уст его исходила пыль от гнилости хлеба. Все писатели жития святого Сергия девятся его подвижническому терпению, что и такой дурной пищи не хотел принять раньше, чем окончил труд. Однако в этом эпизоде есть более важная сторона, которая обыкновенно умалчивает. Если в обители был такой голос, что святой Сергий ничего не ел три дня, то почему он, получив целое решето, хотя и гнилого хлеба, ни с кем не поделился, ибо, конечно, не евшие три дня вряд ли откажутся даже от гнилого хлеба. Очевидно, потому, что никто и не нуждался в таком хлебе. И почему некоторые из братьев наблюдали, сказав, с удивлением, что идет пыль от гнилого хлеба, который ест и умность. Не евший три дня, не с удивлением наблюдает за тонкостями еды человека, кушающего, а состраданием, что сам не ест. Все это несомненнейшим образом говорит, что хлеб в обители был, но у каждого свой, хотя, конечно, в очень ограниченном количестве, и потому никому не хотелось делиться с неимущим. Этот случай тоже хорошо объясняет, почему впоследствии обитель Сергиевской Пусцини так раздражительно отнеслась к предложению ввести общежительный устав, чтобы никто не имел своего, а было все общее. Конечно, ничего подобного истории с зимовым хлебом не могло произойти в Певопечорском монастыре, где братья так любили друг друга, что не только хлебом делились, но несли и наказание, и петемии друг за друга. Зная условия, при которых возникали монастыри вокруг жилья святого Сергия, как можно решить и утверждать, что это он основал обители? Мы видели, что и на реке Киржачи в Радонежском лесу люди сами приходили и сидились вокруг жилища святого Сергия, составляя таким образом общину, церковное образование, приход. Святой Сергий только по послушанию к епископу Афанасию, считай, житие, согласился принять санд, пресвитера и игумену. Что касается тех монастырей, где святой Сергий даже не жил, а между тем именуется их основателем, то это следствие крайней недуховности и кроме того раболепия перед сильными миросево московских церковных писателей. В этом легко убедиться, стоит только слечить, как о начале такого рода монастырей пишет святой божий человек и как пишут московские изобразители жития. Святой летописи не старинок Печерского монастыря повествует так. Князь Езеслав Киевский создал церковь каменной во имя святого Дмитрия своего покровителя. При церкви князь устроил монастырь, пригласив на игуменство в нем из Печерской обители блаженного Варлаама, это бывшего первым игуменом на Печере. Князь, надеясь на богатство, желал возвеличить свой монастырь и сделать его превосходнее Печерского. Но намерение князя осталось тщетным. Много монастырей поставлено от князей и от богатства, но не таковы они, как поставленные слезами, пощением и молитвой. Вот как почти иронически говорит святой о княжеском монастыре. Несомненно, блаженный Варлам, уходя из Печерского монастыря, получил от святого Антония благословение. Но, конечно, никто тогда не думал и не писал, что монастырь Езеслава поставлен по благословению святого Антония Печерского и что святой Антоний основал Дмитриевский монастырь. Теперь посмотрим, как говорят о княжеских и вообще богатствах поставленных монастырях москвичи. По желанию великого князя Дмитрия Донского богомудрый Сергий основал в 1378 году монастырь Дубинский и поставил игумена ученика своего Леонтия. Или в 1385 году отец на жителей Сергий основал пожелания великого князя Дмитрия Галучин монастырь Бисколомны. Здесь он поставил игуменам ученика своего блаженного Григория. Средства как для построения так и для содержания этих двух монастырей даны были великим князем или еще. По просьбе серпуховского князя Владимира Андреевича храброго и на его средства святой Сергий основал в серпухове монастырь в честь зачатия Богородицы и дал игумену ученика своего Афанасия. Или князь Андрей давно желавший построить монастырь близ Можайска вызвал к себе преподобного Ферраконта друга Кирилла Белозерского подвязавшегося неподалеку от Кирилла. Над просьбой князя старец сначала отвечал слезами но потом согласился в Можайске при богатых средствах князя скоро устроился монастырь Рождества Богородицы. О духовных успехах всех этих монастырей обыкновенно мало что известно. Но иногда то или иное событие позволяет узнать об отношениях святых к этим новообразованиям. Так известно, что ученик святого Сергия и святой Афанасии поставленный игуменом в Сякуховский монастырь через некоторое время огорченный отношением Дмитрий Донского к митрополиту Киприяну оставил игуменство и уехал вслед за митрополитом Киприяном в изгнание. Купил себе келью в Старграде и когда митрополит Киприян вернувшись в Москву звал и отказался сказав келья моя дороже мне всех почестей. И теперь должно сказать что ставить святому большую заслугу основания многих монастырей есть непонимание что такое монастырь и кто такой в церкви. Но такие общины собирает сам Господь о чем строго свидетельствовал святой Нестор. Господь собрал в Киево пещерский монастырь таких чернорисов которые сияли великими добродетелями в русской земле как светило небесное. Такие монастыри преображают весь народ как это и было в Киевской Руси. Но монастыри то есть общины подвижнического рода могут быть и мало святыми и вовсе не святыми. Так что один и тот же монастырь в одно время является святой общиной как Печорская община второй половины 11 и начала 12 века затем живет подражанием святости что было при умении Поликарпе в том же монастыре и наконец может забыть о всякой святости. Почему это так? Потому что в монастыре есть место особых подвигов на которые призывает Господь через Духа Святого. Но монастырь не место как это стало общераспространенным мнением приобретение каких-то особых заслуг перед Господом или место наиболее удобного спасения души напротив место всеизвучайно трудное для спасения души если принявший обет не получил на то мановение от Господа сосредоточение наибольших духовных опасностей ибо в Церкви есть только одно средство спасения всем доступное и всем обязательное терпение нести свой жизненный крест самочинное же приятие на себя особого крестного пути есть усугубление своей ответственности и вступление на путь сложнейших соблазнов если данная монастырская община составлена в преобладающем числе из монахов такого рода то она представляет из себя не просто гибнущих по духовному неразумию людей но и величайший соблазн для всей церкви которая принадлежит местной например сербской русской и так далее и соблазн тем более ужасен тем более прикрыт он внешним благочением и благообразием монастырская община погрязшая в явном разврате не так опасна как та которая как бы светится своим подвижничеством своим кажущимися делами добра ибо на ней это как на месте горнем всем видном дьяволы засияет свое искусство обольщения церковного народа и несчастье для церкви что только одни духовные в состоянии узнавать истинное лицо личину такой общины для того чтобы вполне понять о чем мы говорим необходимо знать что основа всякой церковной общины есть любовь братья друг к другу если ее мало или вовсе нет что бывает именно во внешнем подвижическом монастыре то такая община сеет вокруг себя не жизнь а смерть пристально вглядываясь во времена святого сергия мы видим что тогда господь не собирал в одно место из всей русской земли чернолистов сияющих добродетелями как светило небесное как собиралось пещерскую обитель а напротив рассеялось по московскому царству нигде они не держатся вместе а расходятся святые живут в одиночестве и не имеют желания как говорится в житии большинства их видеть около себя людей однако постепенно вокруг из жилья селятся люди пожелавшие по самым различным внутренним мотивам следовать за божьими людьми в пустыне эти пришельцы образовывают общины так сказать за свой страх и совесть преподобный не всегда соглашается игумельствовать а живут поодоле только приходят в обитель святые игумены иногда вводят те или иные порядки для монахов например святой Кирилл Белозерский а однако община от этого не становится святыми духовными ибо святые общины собирает только сам Господь во времена для этого благоприятные теперь понятно почему свидетели верные изображаемого нами времени с неохотой принимали людей желающих образовать вокруг их теле монастырскую церковную общину они не чувствовали мановение Божие на это и знали что монастырь состоящий из иноков не собранных духом святым а пришедших по собственному расположению духовно не прочен и что же мы действительно видим свет духа святого излучаемый святыми при жизни их поддерживал и всю общину как бы держал ее на некоторой духовной высоте но с великим трудом мы показали это на слабой утвержденности любви в общине святого Сергия но после смерти святых почти все монастыри подвергаются искушениям которых победить они не в состоянии нападение начинается точас со стороны именно тех от кого святые удалились в пустыне и хотели бы совсем скрыться в лесных дебрях богатые эсэи веры с их ложными исканиями спасения души недопускаемые при жизни святых в монастыре точно остальные постигают руки чтобы повернуть монастырскую жизнь сообразно своей лже вере они покупают монастырские подвижнические молитвы они сыпят золото в монастырскую казну чтобы обеспечить свое загробное беспечальное существование Они жертвуют целое имение, чтобы заставить монахов служить только себе. Не звучит ли злой насмешкой не только над монашеством, но вообще над именем христианства, что один добрый монах предупреждает товарищей, что нужно поминать на проскомиде не только заплативших запоминание. Богатые уже христиане, продолжая насчет бедных, увеличивают свои сокровища, не имея никакого желания прекращать насилие, делятся известные доли золота с монастырями. Монастыри жереют за счет худобы тех, о страданиях которых плакали всю жизнь святые, именованные основателями этих монастырей. Святой Сергий, святой Кирилл Белозерский, которые нарочно ходили в заплатанных хриасах, которые умоляли презирать золото, не позволяли собирать милости по богатым дворам, посчитаются духовными водителями монастырей, где все время копилось золото и драгоценные камни, и хвастливо показывались посетителям, богомольцам. Целые залы драгоценного музейного имущества. Только бесстыдство стилизаторов жития святого Сергия позволяет им утверждать, что Лавра Сергиева и Пустыня Сергиева есть одна и та же благодатью, которая обитала в преподобном Сергиеве. Это решительно ничем не отвечает от утверждения римских пап, что благодать апостола Петра прикреплена к папскому престолу. С такой же непредалимой навязчивостью, как богачи, стала торгать о монастыре материалистическая сила крепнущего государства. Наконец, Левиафан государства приходит в монастырь и располагается там, как дома. И что изумительнее всего, что ученые-историки, скажущимся благоговением описывающие монастыри, а церковные писатели подобострастно их повторяют или еще более превосходят вороболепие перед государством, вовсе как будто не замечают, что они кощунственно смешивают два противоположных начала. Как типичное рассуждение подобного рода приведем цитату из очень хорошо литературной обстоятельно написанного очерка профессора Шеверева «Поездка с Кирилл и Белозерский монастырь». Нам от нашего древнего периода остались памятники монастыря, создатели сих твердынь, духовные слуги Божии. С землянки, с деревянной кельи начиналась эта твердыня. Проливала на всю дальнюю окрестность свет благочестия, молитвы, веры, любви. Кормила голодных, целила недужных. Принимала страны, служила духовным оплотом, как и язычество и нечестие. Государственная власть на этом духовном основании воздвигала оплоты для безопасности внутренней и внешней. Твердыня духовная превращалась в духовную крепость. Возникали огромные стены и баффи, снабженные всеми воинскими снарядами. Оплот веры служил оплотом и отечеству. У монастыря двойная ограда. Вышина внутренних 10 аршин, ширина полтора аршина. Вышина внешней ограды 16 аршин, ширина 9 аршин. Стены ее в три яруса. Во втором и в третьем ярусах устроены ходы, такие просторные, что широкой карете можно было бы безопасно проехать. В этих стенах 700 келей. Едва ли эти келей назначались для монахов. Здесь, конечно, жили ратники, люд военный. Ибо вся внешняя ограда принадлежит не столько монастырю, сколько крепости. Обе ограды снабжены башнями, большими и малыми. 23 башни. Самая высокая, вышиной в 25 сажен. Она с ней увольная. Внутри каждой башни большой столб, разделенный на несколько отделов. Внутри тесное узкое пространство. Сверху спот, отверстие и два бруса. Вот что называлось в старину теми страшными каменными мешками, в которых заключали преступников, изгнанников и пленных. На государственном языке это называется оплот безопасности внутренней. На языке святых безбожное немилосердие. Сколько святых мужей перебывало здесь? Мартиниан, Ферапонт, Нил Сорский. Цари и князья. Да, конечно, за святыми вспоминаются цари, как несколько равнозначащие. Приезжали сюда на богомолье. На сотни кибиток с царской пышной жизнью. Здесь Иван Грозный возымел желание пострижься. Великая честь. Здесь тянились в изгнании многие славные мужи древней Руси. Всегда укрывались бояре от царского гнева и привозили с собой весь роскошный обиход жизни. И здесь содержался патриарх Никон в заточении и чуть не умер от удара. Ибо помещение ему отведенное было вельми неугоже. И здесь в одной из башен удавили князя Шуйского. Или другой панигирис Лавры пишет. Так распространялось благочестие, умножились монастыри. И центром этого круга была святая Лавра. И вот уже Лавра становится поприщем событий исторических. В соборе и великий князь Василий Тёмный в 1446 году был вероломно захвачен князем Иоанном Можайским и выдан Шемяке. Прибавим. А Шемяков тот же час и ослепил Василия. И далее перечисляя исторические заслуги Лавры, тот же писатель говорит. Еще много великих заслуг. Россия оказалась сия святая обитель. Два раза укрыла она юного Петра, и ее стены остановили мятежных стрельцов. Помним, что во второй бегство Петра в Лавру никакого бунта не было, но было подозрение, что может быть бунт. Петр, испугавшись ночью, в одной сорочке прискакал в монастырь, а на другой день убедившись, что не только нет бунта, но Москва почти вся за него, начал всерепо расправляться со своими противниками. Пытал Шакловитова и стрельцов. Казнил Шакловитова. Петра приказал насильно постричь в монастырь. Великое урожение к Божьей обители. Но неужели на таком поприще исторических событий в состоянии пребывать благодать великого святого, некогда здесь жившего? Думаем, что если бы благодать продолжала пребывать, то она не допустила бы до всего этого. И вот еще вопрос. Почему каждому русскому школьнику и вообще русскому человеку так называемая история нашего Отечества внушает, что свято-троицкая обитель отразила поляков в 1612 году? Если в монастыре была возникнута крепость, то, очевидно, поляков отразила военная сила своей водой во главе. А отражение внешних врагов отнюдь нельзя ставить по хвалу монастырю. Это все равно, что восторгать вся церковь, из которой войска вынуждены были стрелять из пушек и считать такую церковь спасительницей Отечества. Монахи ведут брань с силами злобы поднебесной. В этом их единственное назначение, как борцов. Борьба с людьми, оружием и пролитие крови – есть дело явно противоположное. И восхвалять за это монастырь есть совершеннейшая нелепость. Чтобы понять это, достаточно представить себе, что святой Феодосий и святой Антоний Печерский, агарпит, целивший больных, Марк, воскресавший мертвых, и вообще вся святая община Печерская состоит на стенах и стреляет в них приятеля, варит горячее и льет его на голову осаждающих, и вообще участвует во всем этом. Печерский монастырь раздавали много раз, но никогда не сопротивлялся и киевским князьям, конечно, и в голову не могло прийти, чтобы святые пещеры сделать оплотом против внешних врагов. Да и праведство Сергийской лавры при Никоне, преемнике по его месту святого Сергия, была сожжена татарами дотла. Перед этим Никон являлся в велении святой Сергий и просил всех удалиться из монастыря, так как он будет уничтожен. Однако никто не ставит в упрек монахам того времени, что они не защищали и не спасали Отечество. Полякова отразила крепкость устроенного монастыря, а не свято-троицкая обитель. Как раз в это время произошло и чудесное отражение поляков от Ростова святым Иринархом Бориса Глебским. Дважды поляки были под Ростовом, где святой Иринарх подвижался. Первый раз их вождь с отреза по святой Иринарха приказал не причинять обители никакого вреда. Во второй раз через три года поляки вносили. Далеко обошли Ростов из уважения, как сказано, летописи к святому. Здесь была плотом святость. А в кроевской лавре храбрый солдат, а не духовная, в данном случае более чем бесплышные пикеты, твердыни монастыря. Но почему крепость понадобилась строить в монастыре? Да потому что зверю, нечистому духу или плотскому началу, нигде так неприятно наслаждаться жизнью, как в монастыре, превращенном в орудие земной защиты. Существуют потерики его печерской, изображающие святые дела сонного святых, там пребывающих. Потерика у троицкой лавры нет, только жития святого Сергия. О чем можно было бы сказать в потерике сергиевской обители? Святых дел здесь нет, кроме сергиевых. Есть только различные происшествия, вроде истории с гнилым хлебом, есть непристойная выходка брата святого Сергия Стефана, уход святого Сергия, через несколько лет его возвращения, посещение обителей Дмитрия Донским, отправление на войну монахов через светлые ослябе. Такими происшествиями переполнены все сказания о сергиевой лавре. Самый характер святого Сергия в монастыре – чрезвычайная разница от чудес Печерского монастыря. В фиевский обители сама жизнь – непрерывное чудо. Изобилие, можно даже сказать, великое богатство, благодати, преображало обыденность в сверхъестественном бытие. Люди пришли воровать, но вместо того заступают непрободным сном, пока святой Григорий через пять дней не освобождает их от этой смертельной спячки. На пустых досках вдруг появляются изумительными красками написанные иконы. Человек умерший не то что воскресает, а оживает на целые сутки, чтобы святой Марк успел выкопать ему могилу. Даже чудеса, вызванные реальными подребностями, поражают своей сверхъестественностью. Святой Прохор снабжает весь город пеплом, превратившимся в соль. Шерстяная мантия тушит пожар, мука сама наполняет и переполняет монастырьские закрома. Но, конечно, мука сама не посыпется в закроматые обители, где хлебы припрятаны от слишком голодающих. Жизнь у троихся протекает обыденнейшим порядком. И только в случае крайней необходимости благодать по молитве Святого Сергия приходит на помощь. Но даже и тут чудеса не нарушают, так сказать, физических законов. В следствии отсутствия воды из земли пробивается источник. Неизвестный благотворитель в очень трудную минуту присылает в монастырь обоз с припасами. Интересно также отметить, что благодать как бы с трудом является силу. Только после ропота братьев роптали на то, что далеко ходить за водой. Роптали на то, что Святой Сергий не позволял побираться по богатым дворам и от того голод. И здесь они уподобляются евреям в пустыне, где Моисей по повелению Божьей творил чудеса в ответ на ропот евреев. Даже явное чудо воскрешения ребенка Святой Сергий совершил по ропотной жалобе отца. Лучше бы мальчик умер дома. Божья помощь приходит не как ответ на любовь, а как вымогаемая у любящего отца. Однако сам Святой Сергий, так же как Кирилл Белозерский, так же как и все святые этого времени, сияет Божьим светом. Великая благодать творит в них и через них свои дела. Только это, в отличие от пещерской общины, недоступно и неведомо, кроме двум-трем избранников, никому из братьев. Так Святой Сергий причащается в огне. У престола в алтаре ему сослужит видимый ему ангел. Когда разбойники подкрадываются в жилище Святого Кирилла, еще до основания обители, повидят кругом распавленные войска, которых в действительности нет, и в страхе бегут. Вдали от Троицкого монастыря творит Святой Сергий свое величайшее чудо, преображает всю природу человека. Это произошло так. Князь Олега Рязанска московские историки называют вероломным, злым, хитрым. Но ведь так они квалифицировали каждого непокоряющегося князя Москвы. Правильнее Олега уподобит другому Олегу, его знаменитому древнему предку, Олегу Святославовичу Черниговскому. Очень трудным сердцем Олег Святославович счел себя обиженным братьями, и с великим упорством нищая ничего отстаивал свои права. С ним долго мучился Владимир Мономах. И только сын Мономаха, крестник Олега Святославович, смягчил сердце крестного отца бесконечности своего незлобия и прощениям Олегу всех его дел. Конечно, менее всего умел московский князь смягчать незлобиям чьи-нибудь сердца. В решительную минуту князь Дмитрий послал войско, чтобы разорить страну Олега. Однако войско было страшно разбито, и много воевод и бояр погибло. Пришлось спросить мира, но мира Олег не давал. Тогда москвичи обратились за помощью к Святому Сергию. Святой Сергий, приедя в Рязань, не только смягчил сердце Олега, но как бы навсегда победил его Божией добротой. Олег взял с князем Дмитрием вечный мир и любовь в род и род. Сын Олега вскоре женился на дочери Дмитрия. Мало того, Олег, сердечно побежденный Святым Сергием, как бы жизненно изнемог. И он оставляет престол и мир, и последующий жизнь проводит в подвигах в знаменитом впоследствии Рязанском монастыре в Солочах, Ольговский монастырь близ Рязани. Скажем теперь о мучении святых времени Сергиева. Духовные только среди духовных чувствуют себя дома на родине. Но здесь они пребывали в рассеянии и не имели возможности соединиться в одну любящую семью общину. К этому присоединилась еще очень плохая воспримчивость народам всего духовного. А большая благодать, пребывающая на человеке, так же как любовь, жаждет распространения на других людей. Для этого она и даруется людям. Святые страдают за ближних, не отвечающих на призыв Духа Святого. А то, что среди язычников никогда не испытывали такого чувства. Ибо многие из язычников с великой радостью встречали благую весть о Христе. Но члены Церкви Христовой равнодушные, охлажденные в братской любви, верят смертельным холодом на духовных людей. Тьма разливается в самой Церкви. В предчувствии еще большей тьмы иногда порождают состояние, близкое к оттяенью. Человек начинает взывать Господа в своем нестерпимом одиночестве. Как некогда взывал порог Илья Господи, остался я один. И вот как Илью Бог утешил уверением, не бойся, я сберег в себе семь тысяч мужей, которые не поклонились валу. Господь посылает святому Сергею чудное видение. Но глубокую ночь святой Сергий увидел великий свет, который от неба до земли прорезал мрак ночи. В этом свете реяло множество прекрасных птиц. Конечно, святой Сергий знал, что есть несколько святых, посланных, подобно ему, в русскую церковь Христом. Но он не знал о множестве верных, которые в глубоком безмолвии несут свой жизненный крест и верны Христу, любя братья их. О них знает только глава церкви. И он уверил святого Сергия, что их еще множество. Как птицы они не имеют пристанища. Однако число их столь велико, что дивный свет продолжает гореть в церкви. Такой же характер утешения имеет явление Пресвятой Богородицы с некоторыми святыми Сергия. Во всей истории церкви мы знаем только еще одно явление такого же рода, святому Серафиму Саровскому. Как по сутисту понять этот сон святых, окружающих Богородицы? Эту великую славу, в которой они явились, и света, которую они могли перенести ни из Сергия в послушники, ни сестра во Христе, святого Серафима. Это явление свидетельствовало перед святыми славу церкви, победной, которые не могут помрачить земные провалы и тьму. Оно принесло им глубочайшую радость о прославленном Иисусе Христе. И напомнило слово на тайной вечере. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Да, райское солнце еще светило над русской землей. И святые, терпя временами мучительный скорбь, жили еще в лучах этого солнца. Они пребывали в рассеянии, но духовно как бы переживались друг с другом. От сердца к сердцу летели счастливые вести. Так, возвращаясь к великой победе над целым народом, святой Стефан Пермский, проходя за сотни верстов в длище святого Сергия, а остановился и молча приветствовал любимого брата с сердечным поклоном. И когда святой Сергий поднялся от трапезы среди браки, поклонившись вдаль, ответил любимому другу, радуйся и ты, пастырь Христово стада. Столь велика была сила их приветствий, что на месте, где останавливался просветитель Зырян, возникла часовня. Но и во многих местах, где святые приходили встречаться друг с другом, впоследствии строились часовни, как запечатленные святыми их любви. Часовни на месте, где встречались святой Сергий и святой Мефодий в Пешневске. И вся местность это названа беседой. Часовник из святой Сергий, уходя в Кержась, просился со святым Стефаном Махричским, у которого застил, оставил свой первоначальный обитель. Часовник, где предпрощение с преподобным Андроником долго беседовалось с святой Сергией. Часовник, на месте, на которое провожал всегда святой Павла Абнурски своего друга, святой Сергия Нуромского. На две трети расстояния от своей кельи. Народ русский, вспоминая встречу любящих, так и нечисловник передавал веками память о своем счастье. Жить на Руси, среди святых. Святой Сергий, будучи из-за великой славы, посещал своего племянника Феодора в Симоновом монастыре в Москве. И когда Архимандрис Иодор выходил из братья и его встретил, святой Сергий, сказавший, отдав им обычное целование, оставлял их и уходил в Песаре, беседовал под селом часам со святым Кириллом, будущим насельником Белой Верки. Все удивлялись, что Кирилл уже ставился такой славы. Но для святых нет славы, с дешевыми друзьевыми, а духовная радость, без может, единственная, застыв на им на земле. Были тогда победы тьмы, но ярко святились и победы Христовых святителей. Умерая, Дмитрий Донской оставил духовное завещание, под ним стояла подпись из Святого Сергия. Не тем славное это завещание, что утверждало новый порядок спустя наследия, о котором в том подобосрасте свидетельствует наш современный составитель Жития Сергия, а не тем иным своим содержанием, отличным от подобных завещаний, будущих стареем Московских. Это доброе отношение к боярам, своим советникам, и с высокой оценкой, великая благодарность им и память об их заслугах. Они так сказаны, «Детей вас, если я любил, не отнял у вас ничего, силы их». Никому за них взял, всех любил, с вами скорбел, но не радовался с вами, и вы называли у меня, называли все боярами, но с друзьями земли моей. И своим детям Дмитрий завещает, боярцы их любите, вы же их не забывайте, без воли их ничего не делайте. Если сравнимо это доброе отношение к своим близким помостникам, с отношением через два поколения, то оно может назваться не только добрым, но даже скриптой. И здесь бывают все истинные победы в святости науки. Это смешение святости, надвигающиеся мратость, жизненно характерны для данного времени. И из злобейшей фигуры, славы и битовны, жены стартового сына, дети Василия Первого. Как победный луч райского солнца, как сияние над русской землей, вдруг встает облик жены самого Дмитрия Гонского. Единяя Докея названа в народе святой. Позовьяв супружес, она была супругой нежной, кроткой, набожной. И Докея была матерью для всех бедных. Но скрывая к нежней своей подвиге, она являлась везде пышной князиной. Веселым лицом носила богатую одежду, украшала себя женщинами и драгоценными камнями. Такая жизнь служила плодом в клювике. Когда худая молва дошла до ее сыновей, которые не могли скрыть беспокойство от матери, к нежней подвижнице призвала детей в свое моление, сняла часть своей одежды, становяя испугались, увидев худобы ее тела, измеренного постом и опеченного виридами. Она просила детей не открывать другим того, что они видели, и не обращать внимания на людские толки. Ирая в детей, одна же слава церковь, листья по дороге, слепец запрещал ей «Корми механически!» «Ты обещал мило сне даровать зрение, исполни же свое слово!» Как будто нечаянно, не обращая внимания на слепого, княгиня опустила ему длинный рукавство и рубашки. Слепец ощутил его в руке, оттер ему глаза и прозрел. Московское православное царство. Сохранился замечательный документ, который дает исчерпывающее представление о духовном состоянии московского народа второй половины 15, 16 и 17 веков. А это домостроя 16 века, творение священника Благовеченского собора в Москве Сильвестры. Существует мнение, что домостроя Сильвестры просто сборник различных ходячих паутеней века. Что некоторые изречения и в особенности текста священного писания и творений святых вписаны в других книг. В этом нет сомнения. Но они не представляют никакого интереса, как безжизненный трафарет, общие места, которые даже противоречат духу домостроя. Главный же текст домостроя, несомненно, принадлежит перу одного человека. Это лирика, пение души. Силь произведения совершенно индивидуальный. Большое значение творения Сильвестра в том, что это исповедание сердца типичного члена церкви того времени. Но было не только понятно всем другим членам церкви, а тогда не было ни царковных людей, значит всем. Но и близко духовно, родное их сердцу. Домостроя чтили, заучивали наизусть. Подобно поучению Владимира Мономаха для русской земли, и это поучение сделалось настольной книгой людей Московского царства. В лирическом произведении всегда, прежде всего, чувствуется, к чему расположено сердце автора, что он любит. Тогда и стиль его приобретает большую силу. Владимир Мономах восторженно относится к Богу и людям. Хвалите Бога, любите людей. Христос жил в его сердце, имя Божие всегда на устах Мономаха. В доме лифт, походе ли, на коне, всегда призывайте Господа. Господи, помилуйся. Повторяйте непрестанно. Невозможно понять у Сильвестра, как он относится к живому Христу, вернее сказать, что Христа совсем нет в его произведении. Вот его оригинальное размышление об отношении к Богу. Царя, бойся и служи ему, как самому Богу, и во всем повинуйся. Если научишься земного царя бояться и правдой служить, научишься и небесного бояться и служить ему. Для того, чтобы понять глубочайшую разность Москвы с русской землей, достаточно вспомнить, что киевляне всегда любили своего князя, но нисколько не боялись. Смешивать же царя с Богом было бы для них не только непонятно, но и безумно. Если не видно у Сильвестра отношения к живому Богу, то очень видимо отношение к иконам. Или автор оживает и чувствуется большая любовность к предмету. В особом углу устроив благолепное место со всяким украшением поставить святые иконы под чину. При утренней и вечерней молитве зажигать цветильники и после молитвы тушить. Святые иконы всегда чистым крылышком ометать и мягкой губкой вытирать. От всякой нечистоты и от пыли место это завесы закрывать. Открывать только во время утренней и вечерней молитвы, а значит в весь день иконы должны быть занавешаны. Из их Сильвестра становится гибким и образным при переходе к хозяйственным распорядкам в доме. Видно, что это самые близкие и приятные вещи для автора. Под громким названием «Как нужно учить жену?» Считаем, жена должна вставать рано и всем слугам задавать работу и самой все знать. Как дневные яства варить и которые хлебы печь. Ситные и решетные, как муку сеять, как квашню замесить. И хлебы валяться и квасные, и буханы. А калачи и пироги так уже и колька муки возьмут и колька испекут. Так же яству мясную, рыбную, и всякие пироги, и всякие блины, и всякую кашу, и киселя. А коли хлебы печь, тогда платье мыть. И на садого стрипня, и дровам неубыточно. Дозирать, как платье моют, и сколько мыла идет, и на сколько рубашек. И хорошо вымыть, и начисто выполоскать, и просушить, и скатать. И скатерки, и убрусы, и шыринки, и утиральники. Так же всему счет знать, и отдать, и взять все сполна, и белое чисто. А коли хлебы пекут, и на та же тесто велике, отнять, и пирогов начинать, и с скоромной дни, со скоромной начинкой. А в последние дни, с кашей, или с горохом, или с соком, или репа, или грибы, или рыжики, или капуста, что Бог посылает. Вот где неожиданно вспомнила Бога. Это от полноты души при платоядном перечислении любимого в жизни. Затем жена должна быть постоянно сзади с рукоделием, и с гостями не должна ни о чем говорить, кроме как о рукоделием. И тут же характерная для места жены в доме сентенция. Жена за рукоделием, мужу похвала. И то час опять дорогое для хозяйского сердца перечисление. А для рукоделия все отмерить. И тофта, и комка, и золото, и серебро. И опять, если выразиться по нашему современному, плюшкинская сентенция. Добрая жена умеет беречь всякое добро. Это первая посылка. Вторая посылка. После кройки рубашек и прочего всякие остатки и обрезки камчатой, тофтяные, и дорогие, и дешевые. И золотые, и шелковые, и белые, и красные, и пух, и торочки, и спорки, и новые, и старые. Все было бы прибрано мелкое в мешечках, а остатки сверченные, связанные, все разобрано по всему и упрятано. И, наконец, заключение. Когда сделается ветхое или нового не достанет, то все есть в запасе и есть из чего подшить. В торгу того не искать. Да, Бог, у совершенного разума все бывает дома. Бог. Совершенный разум. Этот пафос не случайен. Дух домостроя здесь требует самых высоких слов. С таким же характерным главом, таким же для определения души автора относятся, как о жилище устроить хорошо и чисто, столы, блюда, и ставцы, и ложки, и всякие суды, и ковши, и братины, воду, и согрев, из утра перемыть, и вытереть, и высушить. После обеда также и к вечеру. А ведра и ночевые, и квашни, и корыта, и ситые, и решета, и горшки, и кувшины, всегда вымыть, и выскрести, и вытереть, и высушить, и положить в чистом месте, чтобы лежало все перевернуто, а прокинута вниз. Изба, и стены, и лавки, и скамьи, и пол, и окна, и двери, и в стенях, и на крыльце вымыть, вымести, выскресть. Всегда было бы чисто, и лестница, и нижняя, все было бы измыто, выскреблено, и сметено. Да перед нижним крыльцом сено положить, грязные ноги вытирать, и на лестнице не угрызниться, и у сеней перед дверьми рогожкой или войлок положить, или потирало. Ноги грязные вытирать, чтобы полом не грязнить. В непогоду у нижнего крыса сено или соломо переменить, и у дверей войлок переменить, и новое вытирало положить. А грязные прополоскать и высушить и опять сюда же под ноги. Пригодится. У доброй жены все в порядке, все по чину, как в рай войти. По длинным заглавиям на погребах, в ледниках, в житницах, в амбарах, в сушилках, в конюшнях необходимо постоянно ходить проверять замки. А где печати поставить? Печати лучше. Что подозрительно покажется, войти и все пересчитать, что у малейшего воровства не было у прислуги. Вечером приходя, все перенюхать, нет ли ли гари, ни каплет ли, ни заплеснило ли, все ли покрыто. Когда на базар ходить, смотреть всякого запаса к домашнему обиходу или хлебного, всякого житого и всякого обилия, хмели и масла, и мясного, и рыбного, и свежего, и просолу. Коли что нельзя, много навезли, закупить на целый год. Можно и слишком закупить, а потом, когда очень заражает, продать. Так свой обиходь прибыльно пролезет. Продавца, смотря по значительности закупленного, можно соответственно угостить. Убытков там нет, угощенный никогда потом не забудет и мимо тебя хорошего товара не провезет и худого не продаст. Когда все это считаешь, то думаешь, что это? Малаховец, подарок молодым хозяйкам. Но малаховца действительно полезный рецепт у всяких кушаний. Здесь же, до смешного, общей, всем известной вещи, старческая слабоумие, маньяк. Но тогда вспоминаешь, что ведь это духовное завещание детям, священника, и священника наиболее уважаемого духовника. А духовники тогда очень стились. Духовный отец становился членом каждой семьи, при том, самым почетным. Паучакин, азидач, мог только посвященный по воззрению века. Тогда как же все это понять? Прежде всего, необходимо знать, что тогда не только миряне, но и духовники не должны были иметь никаких своих мыслей. Всякое независимое и самостоятельное суждение называлось гордостью и гибелью. Учить можно было только по книгам, так сказать, слово в слово. Говорить своими словами значило не изводить Писание с его священной высоты. Особый склад и самый звук церковного слова должен был действовать как нечто торжественное и даже непонятное. Нам это необыкновенно трудно представить, но вот есть факт из времени, если не нашего, то всего только сто лет назад домостроевские понятия докатились до первой половины девятнадцатого столетия. Воспоминаниях Неверова о святом Серафиме Таровском рассказывается, что его мальчиком мать привезла к святому Серафиму. Святой спросил, что читал ли он Евангелие. Мальчик был очень удивлен вопросом, так как в обществе, где вращались его родители, среднем городском, помещищем, провинциальном, считалось непристойным держать в доме Евангелие, так как Евангелие книга священная, ее можно только слушать в церкви на славянском языке, когда читает священник и дьякон. Неверов был потом директором гимназии в Саврополе и в других городах и первый взял в чтении Евангелия после общей молитвы перед занятиями и объяснения прочитанного ученикам. Поэтому и священные тексты домостроя списаны уже с давно имевшихся сборников религиозного характера. Во всем так называемом божественном в домострое ничего нет своего, то есть личного выбора материала, все чужое. Второе, что необходимо знать для понимания духа домостроя, это отношение членов семьи друг к другу. Во главе дома стоял хозяин, он имел не только неограниченную власть, но считался разумом жены, слух и детей. Родительская воля сама по себе образец и сама себе наука. Жена, дети, слуги со страхом, раболепно служат, не имеют ничего своего во всех смыслах. Домострой обращается не к этим безгласным членам общества, а только к отцам. К ним обращается автор с таким неторжественными словами «Вы, игумены домов своих, государь дома сосут из бранд». Однако и мысли игумена дома, и самого священника, духовника не смеют уклоняться от того, что испокон века принято. Умственная деятельность их заключена в тесных стенах дома, а в храме и в принятые молитвословые и в обложке существующих церковных книг. Когда москвича говорит один иностранный наблюдатель спрашивает о каком-нибудь неизвестном или сомнительном деле, он отвечает за твержденным выражением «Мы того не знаем, знает то Бог да великий государь». Только в домашнем обиходе возможно проявление прирожденных творческих способностей и вообще необходимый эмоцион мысли. При чрезмерном же узком горизонте человек неизбежно должен все свое творчество обратить к мелочной домашней незаботливости к суете. И это при сознании, что хозяин дома разум дома значит должен постоянно учить, ибо все остальные по воззрению века несмысленные дети. Он за всех думает и все знает. Мелочи возрастают важнейшие события жизни. Отсюда своеобразный пафос домостро и в то же время заимствую у автора краски он все время как бы облизывается смакует у него тихут слюнки. Влюбленный свое хозяин своего ум дома учит и упивается предметом своего учения. Погружение в материальность сушит сердце. Вырабатывается особый духовный вкус, где скаридность, плотоядность, бездушие совершенно завладевают человеком. И вот раскрывается перед нами истинная сущность материальности. В человеке развивается злобность к живым людям. Он боится, что они не так любовно относятся к любимым его вещам и заботам. А так как он имеет неограниченную власть, он начинает силой принуждать подвластный, делать и думать и чувствовать, как он сам. Тут домострой обращается к нам с твоей зловещей стороной. Любя сына, учащай ему раны, то есть бей до крови. Не дай ему воли, но сокрушай ему ребра, иначе будет погибель и ление. По существу неправильная расстановка слов, следует сказать, любя и ление, учащай раны, иначе будет погибель и ление. Последнее выражение своей дикой мрачности души человека тех веков достигает в главе «Как он детей учить и страхом спасать». Везде здесь какие-то сенсационные предсказки и платоядные наслаждения отвратительными действиями. Воспитай детище строгости и угрозах и найдешь благословение. Не смейся ему игры творящие, то есть не улыбайся ребенку и не играй с ним. Святой Серафим Саровский говорил, что когда ребенок играет, то ангел с ним играет, то есть развлекает. Если немного ослабить строгости, потом хуже будет. Казни сына твоего от юности его и покоит старость твою и даст красоту душе твоей. И не ослабевай бия младенца, любя усещая ему раны, а с жезлом бьешь, не умрет, но здоровее будет. Бия его по телу душу избавляешь от смерти, порадуешься о нем в мужестве и будут завидовать враги твои. Характерно следующее предостережение игумен домов. По уху, ни по глазам не бить, ни под сердцем кулаком, ни пинком, ни посохом, ни колоть, никаким железом или деревянным не бить. Бывает слепота и глухота, и руку, и ногу вывихнуть, и палец. Глава боли и зубная боли, и у беременных бывает повреждение в утробе, прибавлено в виде оправдания игумена. Бывает так, что сердце или по кручин от кручин и бьет, так сказать, издительный случай, потому что уже предлагается совершенно безопасный способ утоления гнева. А нужно плетью с наказанием бережно бить и разумно и больно, и страшно, и здорово. Расстановка слов музыкальной, музыка битья плеткой, а также музыка души автора. Плетка называлась дурак и висела на стене в каждом доме. В противоположность иконам эта эмблема жизни и всегда действующее орудие никогда не занавешивалась. В конце домостроя угроза. Если не исполните всего, что здесь написано, ответ дадите на страшном суде. Вера великое значение самого себя, своих дел и речей. Чтобы по-настоящему оценить это заключение домостроя, следует сравнить его с заключением поучения Владимира Мономаха. А вы, дети мои, милые, и всякие, кто будет все послания читать, наблюдайте правила в нем изображенные. Когда же сердце ваше не одобрит их, не осуждайте меня, но скажите только, он говорит несправедливо. Вот это домостроевское убожество души и сатанинский вкус к истязанию своих домашних члены русской церкви почитали как нечто дорогое их сердцу и заповедное. Учили наизусть, переписывали, тщательно хранили в памяти для исполнения. Картина душевной жизни московского народа ужасная духовная дряхлость. Но эта народно-церковная дряхлость не то, что личная дряхлость. Полное замирание всего в человеке. Нет, организм жив в полном различных и полном различных чувствований. Жизненные силы, если им не дано исхода, бродят в душе, превращаются в скрытые душевные лиды. Человек кипит как бы изнутри. Какие же чувства у обиженного и постоянно обижаемого большинства? Безутешное горе, безумная тоска, бессильная ярость, затаенная месть, проклятие, отчаяние. И в то же время изобретательно изобретаются всяческие способы лукавить, обмануть, обмануть насильника главу. Кто не способен на это, завидует удачливым или доносит, чтобы подостить и получить лишнее. Прирожденные праведники в таком обществе не имеют голоса, бывают забиты, впадают в ее родство. Среди убийственного гнета неимоверно возрастает одно только вожделение. Поживиться хоть чем-нибудь из того, что доступно главе, все другое трудно себе представить. Куда-то как бы провалились все природные человеческие чувства, им нет развития, ибо погублена людская доброта, правда, милость и милосердие, а без них нет жизни, а только животные инстинкты. Вот объяснение того равнодушия, с которым народ смотрел на мучительнейшие истязания, которым подвергались на городских площадях преступники и вообще все, кого злое правительство отдало палачу. Равнодушие, которому так изумлялись иностранцы, кто сам дома занимается истязанием близких, вероятно, даже с любопытством взирает, как истязуют другие. Те, кого постоянно дома истязают, так заняты собственными страданиями, что им и нет дела до чужих мук. И вот, как бы пользоваться общим равнодушием, злоба изобретает все новые способы мучить людей. Дуба из Древней Руси называли местное заключение. В Московской Руси это была уже жесточайшая пытка. Человеку связывали назад руки и за кисти рук привешивали кверху, так, что туловище висело в воздухе. Ногам туго привязывали конец доски, другой конец кашался пола. Палач прыгал на эту доску и тело повешенное вытягивалось, отчет суставы рук в плечах выворачивались. При таком положении нервы необычайно напряжены и тогда наносились удары плетью. Эта пытка уцелела до последней четверти 18-го столетия. Считалась мучительнейшей. Ей подвергались все заподозренные. Не вынося пытки несчастные начинали называть имена будто бы относящихся к этому делу людей. Каждый новый удар плечи давал новые и новые имена. Все в свою очередь оговаривали бесчисленное количество людей. Самые невиннейшие царствия жили под вечным страхом. Тогда византийский судебник Эклога достиг в московском царстве полного торжества. Все наказания были членов вредительного характера отрубания ног, рук, ушей и так далее. Самые пустяшные провинности влекли за собой тяжкие муки. За какие-нибудь шесть пенсов, говорит иностранец, обвиняемого заковывали в цепи руки, ноги и шею. Смертные казни редко были простыми, большей части мучительные. Пояснение. Во второй половине 14-го века первая публичная казнь произвела на народ очень тяжелое впечатление. В конце 15-го века наблюдается уже полный разгул казней Иван Третий. Эти казни нисколько не смягчаются с окончанием династии Рюриковичей. Напротив, при династии Романовых были изобретены неслышанные издевательства над человеческой жизнью. При Алексею Михайловичу в конце 17-го века женщину за убийством мужа зарывали в землю так, что оставалась наружу одна голова и так она мучилась пока не умирала. После усмирения бунта в Арзамасе все его окрестности представляли лес кольев, на которых корчились в муках люди, взятые в плен. Некоторые были живые три дня. Уложение Алексея Михайловича ввело слово и дело, когда число заподозренных возросло до неимоверного количества при помощи описанной нами дыбы. Необходимо упомянуть еще об одном московском качестве. У жителей Московии развелось необычайное самомнение. Мы выше всех христианских народов, наша вера самая правая. Отсюда происходило нестерпимое упорство в своих мнениях, презрение к словам и мнениям других, нетерпение противоречий и даже самых полезных и основательных. Высшим взлетом этого самомнения явилось известное изречение Москва, Третий Рим, а Четвертому не бывать. Мысль по существу неверное, ибо если признавать, что есть какой-то земной центр христианства, то это только Иерусалим, а не Рим и Византия. Но ведь если два Рима пали, то неизбежно третий должен пасть, иначе зачем и сравнивать с этим Римом? Какая гарантия, что Москва не падет? Никакой гарантии не было бессмысленное самохвальство. Таким образом, тщательно избегая гордости от ума Москвич дошел до крайнего выражения глупой гордости, при величайшей набожности и ревности ко всем церковным обрядам. Христианства вовсе не было в Московском царстве. Христос не почитался там, как милостивый и любящий Господь, всегда близкий людям, а как далекий страшный судья, который придет карать и мстить. Христом пугали, а не успокаивали человека. Отсутствие любви и благочестия, то есть религиозная экзальтация, делали психическую атмосферу больной и ужасной. Она была полна злыми призраками. Адские возбудители реяли в воздухе. При наружной тишине и как бы общей покорности они искали воплощение в жизни. Жажда воплощения была страшная. Воплощение это осуществилось в опричнине. Московское царство распалось надвое. Царство свое, порученное ему от Бога, разделил на две части опричнина и земщина. Неограниченная царская власть разрешила опричникам делать все, что ему угодно в земщине. Кто находился в земщине и кто в опричнине. Мы знаем из домостроя, что игумены домов чрезвычайно любили свое налаженное хозяйство, ревниво оберегали его, а также и свою неограниченную власть над домашними. Конечно, они менее всего готовы были менять старое положение на новое. Но, разумеется, и не из бродяг составлялась опричина. Она была чрезвычайно расширенным, но все же царским двором. Царю сказанную в летописи приводили боярских и дворянских детей. Вот те обездоленные ненаследники, а третьи, четвертые сыновья. Кто под властью домашних тиранов изнывал, злобился, проклинал свою горькую долю, наиболее злые, наиболее мстительные, наиболее вожделевшие всяких чувственных благ. Они устремлялись в опричнину. Из детских еще неутоленная ненависть получила сразу самое безумное, самое кровавое, самое разбойничье направление. Какое место в этой оргии принадлежало царю? Сам Иван IV был порождением века, и очень религиозного, и очень злого, как безумное противоречие, таившее в себе возможность саморазрушения. В Иване до два начала его рождение было следствием нравственного преступления его отца Василия III. Ради желания иметь собственного наследника Василий решился на антихристово дело, насильно постриг свою добрую жену Соломонию, которая прожил 20 лет мирно. Митрополит Даниил исполнил его желание, постриг сопротивлявшуюся даже церкви несчастную Соломонию и венчал царя Еленой Глинской, от которой родился желанный собственный преемник престола. Прежде чем решился на новый брак, Василий просил всех патриархов Константинопольского, Александрийского, Ерусалинского позволить ему развестись с первой женой ради ее неплодства. Все ответили решительным запрещением и в России несколько иерархов обличали его, за что были удалены пустынные монастыри, а святой Максим Грек в цепях посажен в тюрьму. Нарушение А дальнейшего и не было. Потом все Василия Третьего. Брат Ивана Четвертого Юрий не имел ни рассудка, ни памяти. Из детей Ивана Четвертого Дмитрий умер младенцем, Иван был убит отцом, Седор был слабоумным на престоле и умер бездетным. Отрав Дмитрий от седьмой жены был убит в унице. Но самым большим несчастьем была, конечно, ранняя смерть доброй жены Ивана Анастасии, с которой он прожил 14 лет, смерть которая поколебала рассудок царя. Тут необходимо сказать, что патриарх Иерусалимский Марко, кроме того, что запретил развод Требаев, если держнешь вступить в законопреступное супружество, то будешь иметь сына, который удивит мир своей лютостью. Что значит это ясновидение? Менее всего оно обозначает, что высшие силы хотели наказывать Василия за осушание. Нет, это значит, что даль будущего стала тогда совершенно видимой, что страна, где правит Василий, обрекла себя на дорогу судьбы. Христианские народы, так же, как и отдельные христианины, не имеют судьбы. То есть их путь зависит от них-то лишь. Когда они, борясь с собой, подвигаются по узкой дороге, дух святой предупреждает их о грозящих опасностях. И по молитве им дается силу преодолевать все гибельное, когда же по злому упорству уклоняются на широкую дорогу гибели, как она названа в Евангелии, то начинают сами творить свою судьбу. Им рано или поздно неизбежно приходится испить горькую чашу заслуженного. Когда наступает это тяжкое время, то добрые силы как бы изнемогают. Побежденные злом несчастья становятся неотвратимыми, люди обречены. Иван Четвертый принадлежал по своей болезненно-психической структуре к тем довольно редким субъектам, которые именуются медиумами. Они недолимой привлекают в себе людей в зависимости от своего духовного состояния, того или иного качества. Душевно сочетаясь с ними, безмерно усиливают как их, так и свою жизнедеятельность. Общая психическая атмосфера может совершенно овладеть этими людьми медиумами. Также может овладеть имей какая-либо идея. Жизнь Иоанна Четвертого как нельзя лучше отосвидетельствует. В детстве он рано потерял отца трех лет и мать и мать. Болезненно чувствовал свое сиротство. Бояре, окружавшие его, никогда не давали того, что называется душевным попечением. Иван потом жаловался, что его с братом держали как убогих людей, плохо кормили и одевали и заставляли делать насильно, не по возрасту. Вместе с тем кругом шла нескрываемая самая жестокая, самая постыдная ссора из-за власти различных партий. Когда мальчику минул 12-13, то есть возраст особенно восприимчивый, одна из партий, чтобы привлечь его на свою сторону, стала прививать ему желания жестоких и развратных удовольствий. Поэтому следует думать, что порочные наклонности были случайны, не были его прирожденными и качественны. Напротив, свое нравственное здоровье Иван доказал первым сознательным и очень важным делом в своей жизни женитьбы. В 17 лет он сам обратился к митрополиту и просил разрешения выбрать невесту. Из бесчисленного сон на девушек, собранных со всего государства, выбор его остановился на доброй Анастасии. Своей медиумической душевности писарь, конечно, легко мог бы подать наиболее сексуальные, даже извращенные из представлявшихся. Желание овладеть его вниманием, разумеется, не было недостатка. Как же должна была действовать среди других Анастасия? Тихо, ласково, как мать, как сцедливая невеста. Чтобы ее заметить среди стремительных страстных и покоряющих зоров, необходимо было в душе иметь исключительное расположение к доброй семейной жизни. И действительно, они прожили 14 лет душа в душу. Через 18 лет после ее смерти, когда вся натура и он имел уже несколько других жен, он говорил, «Столько бы не отняли у меня юницы моей, кроновых жертв боярских казней не было бы». Значит, где-то Анастасия продолжала жить в его сердце. Благое спокойствие воцарилось в душе Ивана вместе с женитьбой. Однако, деятельное добро еще не ожило в царстве московском. Летописцы подчеркивают, что решительная перемена в Иоанне произошла после пожара в Москве. Большой пожар и народный мятеж очень напугали царя. И вот, когда в ужасе сидел он во дворце на Воробьевых горах, пришел священник и обратился к царю с горячим призывом царствовать на благо народа. И Иоанн вдруг как бы проснулся к новой жизни. Добро и свет вселились в его душу. И та особенная способность души Ивана раскрылась чрезвычайной силой для привлечения людей одинакового жизнецувствия. Самые высшие люди собрались и сгрузились вокруг царя. И от его с ними взаимодействия старше сильнее разгорать в добрый свет царствования. История, удрученная кровавым безумием Ивана, недостаточно показывает, насколько года доброго времени Иоанна были противоположны духу правления второй половины княжения Иоанна Третьего и всему княжению Василия Третьего. Теперь милость и ласковость царили в стране, кихи ангелы рели над людьми. Мы не будем здесь исчислять добрых дел, вероятно, как все личное многое не могло остаться в памяти. Однако общее впечатление осталось. Курбский говорит, царю некогда светлому от Бога прославленному. Другой описав славное деяние царя до смерти царицы Анастасии продолжает, а потом словно страшная буря налетевшая со стороны смутила покой его доброго сердца и я не знаю как перевернула его многомудренный ум и нрав стерепы и стал мятежником в собственном государстве. Наконец еще отзыв. Муж чугил рассуждения. Теперь мы должны отметить одно дело касавшейся церкви. Тогда не было ничего преступней до православного сознания как ересь. Был собран собор для суждения о ереси Башкина. Он отрицал равенство Христа с Богом Отцом и не верил в Евхаристию. Отклонение очень серьезное. За это при конце царств унияна Третьего при Василии Третьем непременно бы сожгли, так как требование проповедника церковных убийств Иосифового Отца было не только принято, но и сам он возведен в лик святых, что издеяние его приравнее святым отцам церкви. Об этом мы будем говорить особенно. Однако Башкина не только не сожгли, но и не подвергли никакой торговой казни, хотя митрополитом был Макарий, ученик Иосифа Володского. Башкина отправили в монастырь. Конечно, это дело исключительно царя, а не членов собора и священнослужителей. Кроме того, Иван разрешил литеранам и католикам открыто совершать свои богослужения, дело неслыханное для того времени. 14 лет светлого царствования. Иван должен был вжечься в добро, которое творил. Можно даже сказать, не в силах человек после столь продолжительной доброты стать злым, ибо творящий доброе приобретает защиту вышнего, охраняющий его почти против его воли. Когда как же он все-таки изменился? Выше приведено нами впечатление современника от перемены в Иване. Там заключена сама истина. Страшная буря, налетевшая со стороны, смутила покоя его доброго сердца и перевернула его ум в нрав стирепый буря со стороны, перевернувшая ум. И что это за странное выражение? Со стороны. За буря со стороны на него налетевшего человек неотверсен. Одинаково, конечно, как за физическую, так и за внутреннюю. Удивительно, что все историки судят Ивана как здорового человека, а он был невменяемый. Не знаю, есть ли мнение об Иване психиатров, хотя думаем, что наша наука психиатрии чрезвычайно слаба в истинном суждении о душевном заболевании, ибо она, как и надлежит ученым, не верит во вселение и действия в человеке злых духов. Высшие добрые силы помогают человеку в борьбе со злыми помыслами, но если в него вселились вследствие особого его душевного предрасположения злые духи, то добрые как бы умолкают. Исцелить такого человека может только чудо, подобное изгнанию легиона бесов из Гадаринского бесноватого, совершенное Христом. Только в минуту просветления добрый хранитель указывает несчастному на грехи, которое он совершил. И тогда человек горько кается. Здесь очень уместно сравнить Ивана с Петром Великим, который никогда не каялся, хотя по количеству казней и пыток, на которых с удовольствием присутствовал, быть может, даже превзошел Ивана. Всегда продолжал быть мстительным, не каялся даже в убийстве сына. Добрые силы не жили в Петре. Но затем снова болезнь схватывает его, и он продолжает то, в чем каялся. Обличения святого митрополита Филиппа имели иной смысл, чем они кажутся. Святой Дух, говорящий в святом Филиппе, конечно, знал, что для бесноватого обличения бесполезны, но здесь было исповедание правды Божией. Оно означало Христос жив и видит творимое в царстве зло. Это была Божья поддержка людям, которые находились в унынии, предполагая, вследствие извращенного понятия царской власти, что царь, как Божий, будто бы избранник, всегда действует по Божьему соизволению. Если бы то, что происходило тогда в Москве, даже не то, только начатки этого случились в Киевской Руси, то такого князя, конечно, немедленно изолировали бы, как делают всегда окружающие, когда видят, что человек явно впал в злое безрассудство. В Москве же, вследствие владевшего всеми богопротивного исповедания о божественном значении царской власти, было убеждение, что необходимо покоряться всему, что не делает царь. Поэтому те, которые принадлежали к земщине, совершенно не сопротивлялись преступлениям опричников. Большая часть страны стояла на коленях перед меньшей и позволяла грабить, убивать, мучить себя. Что произошло с Иваном? После кончины Анастасии он был растерзан горестью. Душевные силы его настолько ослабели, что не могли сопротивляться нападениям чужеродных сил. Тогда-то что кишело в московском нравственном воздухе? Все то бросилось на Ивана. Он был охвачен адскими чувствованиями. Его медиумичность тотчас привлекла самых худых, самых злых людей. И несмотря на искреннюю горесть Ивана, всего только через несколько недель после кончины Анастасии, во дворце разыгрывается такая сцена. Входит князь Репнин и видит царя и его друзей в масках, бесклюющихся в непристойных плясках. Он заплакал от жалости. Иван хотел на него одеть маску, но Репнин бросил ее на землю. Через несколько дней Репнин был умерщлен в церкви с обутыльниками царя и участниками в развратной хорге с женщинами. С самого начала были редкие выродки Малютов-Куратов, Афанасий Вязинский, Басмановый отец сыном и Грязной, которые раньше подойти близко к трону не смели. Царем овладевает мания преследования. Семцом этой болезни следующее. Человек чувствует внутри себя чужую волю. Раздаются даже чьи-то голоса, приказывающие ему делать вещи ему неприятные. На больного нападает все увеличивающийся страх. Вместе с тем мучающие его внутри посторонние воли и голоса начинает отождествляться воображение больного то с теми, то с другими из его знакомых, в особенности с теми, кому он мало доверял. У Ивана в детстве осталось боязнь к боярам. Говорят, что после казанского похода, когда царь вообще был милостив и всегда приветлив, сказал кому-то из бояр, теперь уж я вас больше не боюсь. Ивану захотелось уничтожить тех, кто его мучил, как ему казалось, со стороны, но решимости не хватало убивать всех, как бы внутри его кто-то их защищал. Иван знал, что некоторые иерархи часто выступают с просьбой о помиловании, печалывании. И вот ему приходит мысль, как устранить всякую помеху к уничтожению своих врагов. Царь отказывается внезапно от царства и уезжает в Александровскую свободу, о чем извещает митрополит и народ. Когда его умоляют вернуться, он объявляет условия, если ему позволят тех, без исключения, кого он захочет казнить, и иерархи не будут за них просить, он согласен вернуться на царство. Таким образом, наступила полная возможность спасать себя от внутренних мучителей казнями тех живых людей, которые в болезненном воображении отождествлялись с этими мучителями. Как только полилась невинная кровь, легионы бесов устремились к Иоанну, требуя новых и новых жертв. Они требовали от него также зрелища, истязания людей, и мучили его, пока он не удовлетворял их зверскую похоть. Вот отчего после казни и пыток его видели довольным и успокоенным. Вид Иоанна по возвращению его из слободы служит неопровержимым доказательством его болезни. Саря узнать было невозможно, всего только после двухмесячного отсутствия. Серые проницательные глаза погасли. Всегда оживленное и приветливое лицо осунулось и глядело нелюдимо. Взор пугливо бегал по сторонам, на голове и на бороде почти не осталось волос. Чтобы отстранить от себя вообще всех, кто не вполне покорившись его кровавой воле, мог явить ей помеху, Иоанн выдумал опричнину, куда каждый ступивший объявлял себя беспощадным врагом всех неопричников. Даже разговор опричника с Демским карался смертью и того и другого. Таким образом подготовилась так кромешная ордия, где всякие злые стихийные возбудители нашли себе великий простор и удовлетворение. По-настоящему трезвых людей в опричине не было. Один немец в штатах, приехавший в Москву и поступивший в опричину ради разбойничьей наживы, говорит, что он перестал ездить с Иваном, так как не было никакого порядка в дележе добычи. Он сам составил свою шайку и нападал на усадьбу, убивая и грабя кого хотел. Внутренние требования пролития крови были столь мучительны, что царь иногда вскакивал среди обеда, взывал свою рать и скакал куда-нибудь убивать. Так однажды он напал на тюрьму, где были заключенные литовские пленники. Один литовец даже названный по имени в летописи выхватил у него копье и заколол бы его, если бы царевич Иван наследник престола всюду сопутствующий отцу его не убил. Вот одна из его ненормальных выходок. К сидевшему за обедом Ивану пришел старший воевода Титов, поклонился до земли и величал его по обыкновению. Как обыкновенно. Царь сказал, будь здрав, любимый наш воевода, ты достоин нашего жалования и ножом отрезал ему ухо. Что Иван не помнил, что делал, убивая человека, свидетельствует обстоятельства при убийстве им сына. Дело происходило вовсе не так, как представляет обыкновенно, что сгоряча царь ударил царевича посохом. Нет, когда он в первый раз замахнулся, то бывший здесь Борис Годунов схватил его за руку. Иван долго боролся с Борисом, так что тот был весь изранен, значит было время осознать, что он делает. Однако Иван все-таки поражает сына посохом и только когда тот упал, обливаясь кровью, отец как бы пришел в себя и с волком «Я убил сына!» Бросился обнимать, целовать его, удерживал кровь текущую из глубокой раны, плакал, рыдал, звал лекаря и молил Бога милосердие у сына просил прощения. После смерти царевича Иван несколько дней сидел без пищи, без сна у гроба. Именно с этого времени начинается необыкновенное привязывание царя к Годунову. Вот тоже факт, говорящий о большой затемненности царского сознания. Когда опричная рать двигалась к Новгороду и по дороге останавливалась на целые дни, чтобы разрушать города, так что шум был большой, те же всех людей, встречавшихся на пути, убивали по приказанию царя, чтобы поход оставался тайной. Человека глубоко верующего может удивлять, что великая, даже как бы святая покорность московских людей царю не вызвала чудесной помощи свыше. Но при всеобщем тогда нечести покорность эта имела языческий характер. Это было раболепие, помощь свыше была бездейственна, поэтому святая сила митрополита Филиппа не могла помочь народу. То же самое было в Новгороде, там жил святой Арсений и Иван очень чтил его. При разгроме Новгорода царь ежедневно посещал келью святого и без гнева выслушивал обличение праведника, ибо праведник, как мы всегда говорили, если обличает, то с любовью. Однако святой Арсений не мог убедить царя прекратить зверство. И в последнюю ночь пребывания царя в Новгороде святой Арсений скончался как бы от полного изнеможения. Его нашли перед иконой на коленях со сложенными на груди руками и наклоненной головой. Но вот что произошло в Пскове. Известно, что псковичи по своим нравственным качествам превосходили новгородцев и вообще русских еще в эпоху киевскую. Когда царь въехал в город, перед ним вдруг явился всему городу известный и всеми уважаемый праведник юродивый Николай по прозванию Салус. Прыгая хлеб соль для встречи. И в праздничной одежде стояли жители. Иванушка, Иванушка, покушай! Чай не наелся мясом человечем в Новгороде. Царь велел схватить его, но Никола скрылся в толпе. При выходе из собора опять показался юродивый и стал приглашать царя к себе в келью под соборной колончой. Здесь на лавке была разослана чистая скатерть и на ней лежал огромный кусок сырого мяса. Покушай, покушай, Иванушка, говорил Никола. Я христианин и не ем мясо в пост, сказал царь. Мясо не ешь, а кровь христианскую пьешь и сюда Божий не боишься. Иван в гневе велел снимать колокола с соборной церкви и грабить резницу. Юродивый сказал строгим голосом, не тронь нас, прохожий человек, ступай скорее прочь, если еще помедлишь, не на чем тебе упал. Вот только тронь кого-нибудь в богоспасаемом Пскове закричал юродивый, тотчас и сдохнешь, как твоя лошадь. Иван уехал из Пскова со всем своим войском. Кто изучает историю, не исключая исхода событий, дела Божии, должен признать, что Москва и Новгород не имели сил добрых, чтобы действенно стала для них помощь Божия, являемая через живущих в народе церкви, посланников христовых верных свидетелей. Скоб же имел эту доброту и его спас святой Николай Салов. Что эта пощада города явилась исключительно в то время, свидетельствует продолжение жестокости Иоаннов источников по возвращению царя в Москву. Первая половина Иоаннова царствования и в Москве был великий святой юродивый Василий Блаженный, но он скончался еще при жизни Анастасии. В последнюю болезнь Василия царь и цари созданные детьми приходили его проведать. Гроб блаженного несли царь и бояре. Характерно, что ни дружбы, ни знакомства у Василия не было ни с кем, для всех он был чужим. Кроме мании и преследования у Иоанна была религиозная мания. Эта мания заставила его устроить тот монастырь из опрыщников в Александровской свободе, которая называется кощунственной пародией на монастырь. Однако, несмотря на явную нелепость этого монастыря, Иван очень строго исполнял его устав. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичем Иоанном и Федором благовестить за утренни. Братья 300 человек выборные из опрыщиков шли в церковь. Что не являлся, того наказывали Василию дневным заключением. Служба продолжалась до шести часов. Царь пел, читал и молился столь ревностно, что на лбу оставались знаки крепких земных поклонов. В восемь часов собирались к литургии, а в десять садились обедать. Все, кроме Ивана, который, стоя перед Аналоем, читал жития святых, обедал после. В восемь часов шли к вечерни, в десять часов царь отправлялся в спальню, а в полночь вставал и начинал молитвы. Конечно, все это был только больной бред царя. Иногда в церкви отдавались распоряжения о новых казнях или пытках. Часто после обеда царь отправлялся за стенок смотреть пытки. Называть это кощунством или оскорблением Господа так же нелепо, как считать оскорблением Бога безумные жесты больных в сумасшедших домах. Оскорбление Христа в это время было не здесь, а в частных домах, где домашние игумены молились семейством перед иконами в углу, тогда как на стене висела плетка. Но вот чем мы действительно обязаны Ивану Грозному, это вскрытие мовжи религиозного значения самодержавной власти. Он злоупотребил своей власти, но зато он не разоблачил до конца эту сицию, под гипнозем, которой находился так долго русский народ. У Владимира Соловьева читаем. От Ивана Грозного к нам дошла самая верная и полная формула христианской монархической идеи. Земля правится Божиим милосердием и причистой Богородице милости и всех святых молитвами и родителей наших благословения мы посреди и посреди нами, государями своими, а не судьями и воеводы, и ежи и паты и стратиги. Эта формула безукоризнена, говорит Соловьев, нельзя лучше выразить христианский взгляд на земное царство. Но если это слово сопоставить историческим образом того, кто его произнес, то какой трагический смысл оно получает. Удивительно, что такой глубокий человек, как Владимир Соловьев, полемизирует далее с больным Иваном. Мы не согласны здесь только с эпитетом «трагический», следует сказать «фальшивый», «неверный». Истина формулируется так «Земля правится не Божиим милосердием и причистой Богородице милостью, а нами, царями-самодерствами всея Руси, которые правят так, как им самим хочется, и очень часто без всякой милости и без всякого милосердия». Формула монархической христианской идеи, составленной Иваном, ценно тем, что не имеет никаких богословских усещрений и стилистических украшений, а выступает во всей своей жалкой наготе. Он сам верил в то, что писал и потому выражался столь откровенно. Так верил, что в письме к Курбскому пишет, что он не нуждается ни в какой помощи от людей, так как получает ее от Бога, при святой Богородице и святых угодниках. Так же думали и все русские самодержства, начиная с Ивана Третьего после его женитьбы на Софии Палеолог и кончая последними императорами антихристов самообман. Ивану удалось скрыть самые сущности идеи, потому что эта идея, всецело завладев царем, диктовала ему то, чем она была сама в себе. Мысль о самодержавии занимала Ивана еще в детстве, когда бояре в домашней обстановке плохо обращались с мальчиком и не было в тироте никакой защиты от них. Он, ища помощи, обратил внимание, что во время торжественных выходов эти же бояры чрезвычайно раболепствуют перед ним, потому что он царь. И вот мальчик стал мечтать, когда вырастет, он потребует, чтобы бояре относились к нему не только при народе, а и дома с почтительностью. Он может заставить их так поступать, потому что он царь. Заинтересовавшись своим царским значением, Иван перечитал масту книг, где говорилось о царском величии. Время Анастасии было такое, что он забыл о возможностях своей власти. Но когда заболел манией преследования, ему понадобилось для украшения своих противников, внутренних врагов, уничтожать живых людей, призвал на помощь царскую власть в безумии своем, давая ей фантастическую беспредельность. Что такое было опричено по существу как народное явление? Это была первая попытка христианского государства, расколота в самом себе богохульным смещением религиозного умонастроения с материалистической практикой жизни уничтожить самого себя. Обзрос стихийных сил вследствие внутреннего нравственного противоречия в жизни царства. Вместо опричины могло быть нечто иное, не менее страшное. Совершенной особенностью этого первого русского мятежа было то, что начат он был верховной властью самодержавного царя, то есть произошел как бы с законным порядком. Благочестиво терпеливый русский народ не имел решимости воплотить в жизнь рознь, которая раздирала его внутренне. И вот самодержавный царь сходит с ума, чтобы стать первым мятежником в своем государстве. Изображая состояние народа церкви сообразной домострою, мы должны были остановить наше внимание на личности Ивана IV, так как принято его считать виновником рокового междоусобия выразившегося явления притины. Между тем сам царь был жертвой тяжкого состояния церкви того времени. Дальнейшие попытки саморазрушения христианского государства неправедного также шла под царским знаком. Глубокие потрясения, смуты начала XVII века великий мятеж Стефана Разина в 1666 году наконец охвативший почти всю среднюю в России страшный бунт Пугачева в 1774 году совершались как бы во имя царя. В смутное время уничтожали и грабили друг друга то ради отсутствия прирожденного царя, то и из-за самозванного царя, то за царя желанного. Стефан Разин объявил, что в его войске находится царевич Алексей, сын царя Алексея, тогда покойный, и патриарх Никон, тогда осужденный и сосланный. Пугачев прямо назывался императором Петром Третьим. Стефан Разин и Пугачев чувствуются мрачные отблески какого-то мистического избранничества. Пугачев сказал первому следователю его допрашивавшему «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство». Это изумительное слово глубоко правдиво, ибо в нем нет превозношения напротив признания своего окаянства, то есть ничтожества и вины и в то же время вера скорее чувство в свое призвание. И поведение его перед казнью показывает христианскую покорность своей предрешенности. Во время чтения приговора Пугачев часто крестился на соборы и после чтения сделал несколько земных поклонов, просил прощения у народа. «Прости, народ православный, отпусти, чем я согрубил пред тобой». Весь область Стефана Разина показывает существо необычайное, некогда ходивший на богомоле в Соловецкий монастырь. Он выступил начальником бунта, как совершеннейший атеист, даже мрачно смехается над религией. Затем «Зачем вам попусть», сказал он желавшим восстановить один храм, «Венчача? Поплюшите вокруг ракитового куста, вот и повенчаны». Стефан выступил как беспощадный мститель за неправды русских властителей, милосердие было ему чуждо, но и себе не просил он милости. Во время пыток предшествовавших казни мужество его кажется сверхъестественным. После пятого удара кнутом надуви многие сходили с ума. Разин получил около сотни ударов, но не спустил ни одного стона. Все стоявшие здесь удивились. Его положили на горящие уголье. Стефан молчал. По его избитому и обожженному телу стали водить раскаленным железом. И тут молчал Разин. Когда брат его фрол, тоже подвергнутый путь и стал вопить от боли, Стефан сказал «Эх ты, баба, вспомни наше прежнее житье. Мы проживали со славой, повелевали тысячами людей. Надо же теперь переносить бодро несчастье. Разве это больно? Словно баба иглой уколола». Стефан стали брить макушку, а мы думали, сказал он, что только попов постригают. Ему стали лить на теме по капле воды. Это адское мучение, но Стефан оставался равнодушен. В досаде, что Разина ничто не принимает, стали бить еще палками по ногам, но он продолжал молчать. Перед сказью Стефан обратился к церкви, перекрестился, поклонился на стечек нерестерна и сказал «Простите». Палач сперва отрубил правую руку по локоть, потом левую ногу по колено. Стефан не показал даже знакать, что чувствует боль. Когда Фрол видел мучение брата и, ожидая очередь, закричал «Я знаю слово и дело, государева!» Казнь Фрола отсрочили, а затем оставили в вечном тюремном заключении. Разин закричал на него «Молчи, собака!» Наконец Палач отрубил ему голову. Разин и Пугачёв и подобные им, и у нас и в других странах, например, Робеспьер, нужно думать более вдохновлённо на свои страшные дела звуками трубы одного из семи ангелов, трубящих начало мучением, которое церковь небесная не посылает земной ради покаяния. И вознёсся дым семи ама с молитвами святых от рук ангелов пред Бога. И поверг ангел кодильницу с огнём на земле и произошли голоса и громы и молнии и землетрясения. В своём толковании на поколище святой Андрей Косярийский говорит, что всё это означает ужас, имеющий быть. Всему служат ангелы, как сострадающие Христу, врачи прижиганиями и стечениями исцеляя злейший греховно небыль болящих, или, что вероятнее, облегчая ленивым будущее покаяния, если только перенесут с терпением. Позднее, когда будем говорить о приходе второго зверя, покажем, как саморазрушительные силы христианского государства из хаотических становятся как бы планомерными и непреложно ведут царство к власти десяти рогов зверя, имеющих разрушить великую блудницу. Теперь мы снова обратимся к домострою, чтобы ответить на важный вопрос, ким возбуждаемый. Каким образом автором такого антихристианского произведения оказался священник и даже духовник, лицо очень почитаемое тогда народом? Что это выродок в своем сословии или на против человек характерный для священнослужителей того времени? Так как мы знаем, что домострою Сильвестр получил всеобщее признание как руководство жизни, а ответ получается совершенно определенный. Этим устанавливается наличие ужасной материальности в священническом сословии, проистекающего оттуда жестокосердия. Где искать причину столь пагубного состояния у служителей русской церкви? Его не было в более древние времена. Причину найти не так трудно. Дело в том, что татарщина, мучительная для всего населения, для священнослужителей таковой не была. Напротив, они оказались в очень привилегированном положении. Был ханский ярлык, неоднократно подтверждаемый ханами преступлений их на престол. Этот замечательный документ необходимо привести полностью, чтобы осветить хищенное положение вещей того времени. Хан обращается к баскакам, князьям, данщикам и всякого рода чиновникам татарским и говорит «Жалованная грамота дается нам и всему белому и черному духовенству, чтобы они правым сердцем без печали молили Бога за нас и за все наше племя и благословляли нас ни надобность ни шьедания, ни подвод, ни корма, ни какой пошлины, ни ханской, ни ханшиной. Никто не смеет занимать церковных земель, вод, огородов, виноградников, мельниц. Никто не смеет брать на работу церковных людей, мастеров, сокольников и других. Никто не смеет взять и задрать иконы, испортить книги или другие богослужебные вещи, чтобы духовные не проклинали хана, но в покое за него молились. Кто веру и похулит, надругается над нею, тот без всякого извинения умрет злой смертью. Братья и сыновья священников, живущие с ним вместе, освобождаются также от всяких даней и пошлин. А кто из баскаков или других чиновников возьмет какую-нибудь дань или пошлину, тот без всякого извинения будет казнен смертью. В то время, как посломы и наши прихожане храмов жили под вечным страхом насилия и разорения имущества, пастыри могли благоденствовать и пожеланию богатеть. Конечно, здесь таился тяжкий соблазн. Велика была ответственность перед Богом русских священнослужителей. Если всех разоряли татары, а их никто не смел тронуть, то сами они должны были разорять себя ради ближних или, по крайней мере, немало жертвовать своим имуществом ради обездоленных. Недостаточная чуткость, недостаточная к общему горе, непременно ввергала привилегированных в объятие жадности, корыстолюбия, наконец, злобы. И вот, как ясно из свидетельства домостроя, видные священнослужители шли не по Божьему пути. Фактически при обмещании массы населения большинству священнослужителей, в особенности сельскому, богатеть, конечно, было неоткуда. Однако всюду, где представлялась эта возможность, в городах, более зажиточных местах, вкус к ножей и жадность были характерными явлениями для духовенства, и для черного, и для белого. Еще собор 1274 года, созданный митрополитом Кириллом, для суждения о различных неправильностях, отмечает появившуюся у некоторых священнослужителей алчность к прибытку. Особенно богатели огромной архиерейской поместье. Великие князья, начиная с Ивана III, тщедно стараются сократить аппетиты богатых из духовного звания. Иван IV на стоглавом соборе бросил тяжелое обвинение. Обители, тут, конечно, разумеется, епископы с их штатом, богатые землями и доходами не стыдятся требовать милостыни от государя. Тогда епископы боролись с правительством, не желая платить государственные налоги и защищая свои льготы. И успевали в этом вплоть до Петра I. Народ очень хорошо подметил черту духовного сословия, назвав былини Алешу Поповича «руки загребущие, глаза заведущие». Конечно, это характеристика не киевского времени, даже не времени Святого Сергия Радонежского, а более позднее. Вместе с материальностью и имущественного порядка развиваются и бездушие с жестокосердием, как свидетельствует об этом домострой священника Тильвестра. Доброта Феодосия Печерского характерна для всего киевского периода и северного московского. Когда читаешь поучения или слова или завещания митрополитов XII, XIII, XIV веков Кирилла, Фоти, Китурьяна и других, не говоря уже о святых Петре и Алексея, то на сердце становится легко. Слышишь их кроткий и добрый голос, чувствуешь высокий дух. Но вот наступает XV век с его жестокостями, ослепление Василия II с твоего, Василием с твоего двоюродного брата, позднее его собственное ослепление Кожемякой, как месть за брата. На митрополитском престоле Святой Иона, включенный в святую четверицу митрополитов, Петр, Алексея, Иона, Филипп. И как-то странно и жутко становится на душе. Почему так? И так не похоже деяние чудеса святого Иона на дела наших прежних святых. Некоторых Иона как бы приговаривают к смерти за их проступки, обречив, Иона предсказывает им смерть, и они умирают почти в тот же день. А одному неповерившему, что дочь великого князя, бывшая при смерти, исцелена святым Ионой, митрополит говорит, да умрешь ты вместо княжны. И вот пал мертвым к ногам святого Иона тот. А полтора ста лет перед этим церковь ставила великую похвалу святому митрополиту Петру, что он был кроток, в назидании, безгневен в обличении согрешающих. Теодосий Печерский плакал, когда кого-либо обличал. Кроме упомянутого чуда исцеления дочери Василия Ивторого, в житии святого Иона приводится еще одно чудо. Одного человека, очень страдавшего от зубной боли, святой Иона крепко ударил по лицу. Очнувшись от удара, больной ощутил, что зуб его перестал болеть. А вот уже не чудеса отношения святого Ионы к подчиненным. Епископ Аполос он строго обличил за то, что тот распоряжение митрополита святого Иона заковал в оковы святого Пафнути Игумена Боровского монастыря и бросил в темницу. Следующий за святым Ионом митрополит посадил в ледник под палатой одного архимандрита за то, что тот разрешил братьям пить богоявленскую воду после трапезы, оправдываясь тем, что канун крещения пришелся воскресный день. С этих пор вообще жестокость наказания в священническом звании не уступает светским. Митрополиты бьют палками жезлами являющихся к ним подчиненных. Даже знаменитого Никона митрополита при Алексея Михайловича упрекали за жестокое обращение с подчиненными. При монастырях существуют тюрьмы, где заключенных для отягощения наказания морили дымом и другими тяжкими муками. Впрочем, о жестокосердии и совершенной грубости среди духовенцев нам нет нужды распространятия. Она докатилась до того времени, когда пороки общества стали обличаться в тресте, то есть до 60-х годов 19-го столетия. То, что изобразил Помиловский в своих очерках Бурсы, превосходит своей адской картинностью дантовское путешествие в преисподнюю. Некоторым, быть может, покажется преувеличенным свидетельство Помиловского картины Бурсы будут даны нами в очерке о святом Серафиме Саровском. Но вот чистый жизненный факт, изображенный историком Сергеем Соловьевым в его записках, сообщенный его сыном Владимиром Соловьевым. Духовное училище возбуждало во мне сильные отвращения при Петровском монастыре в Москве. По страшной неопрятности бедному стальному виду учеников и учителей, особенно по грубости зверстве последних. Помню, какое страшное впечатление произвел на меня поступок одного тамошнего учителя. Один из усиняков сделал вовсе незначительную шалость. Учитель подошел, вырвал у него целый клок волос и положил их перед ним на столе. В тех же записках историк правдиво, но наивно, ибо Соловьев как бы не подозревает ужасного смысла своих слов, говорит, что нравы священнослужителей русской церкви стали смягчаться под влиянием западноевропейских просветительных идей, распространяемых русской прессой. Как известно, пресса 60-х годов 19-го столетия была почти сплошь атеистическая. Самодержаве пришло к нам не сразу, а постепенно, как бы крадучи. Первое нашего самодержавца Ивана Третьего никак нельзя назвать самодержавством в добрую половину его книжения. Напротив, он был верен завещанию Дмитрия Донского, никогда ничего не предпринимать самому, а советоваться с боярами. Про Ивана Третьего известно даже, что он в боярской думе любил встречу, то есть высказывания мнений, противоположных его собственным. Таким он и остался до конца жизни. В этом отношении развитие самодержавия последовало при его сыне Василии Третьем, который вовсе не любил встречу. При нем в думе часто слышался великокняжеский окрик «Пошел вон смерть! Ты мне не надобен! Тогда унижение подданных перед князем достигло крайнего выражения. Все человекные, кем бы они ни подавались, подписывались «твой холоп Ивашка, Сечка» и прочее. Самодержавие Ивана Третьего проявилось характернейшим качеством антихристового духа, превозношением, но как подобало младенческому возрасту самодержавие, превозношение выражалось у него самым наивным образом. Прежние князья у нас ходили просто, как все люди ходят по земле. Иван Третьего вторую половину своего княжения не ходит просто, а выступает. Кстати, в народе такая просто очень метко осмеяна. А сама-то величава выступает точно пава. Известно, как ходит павлин, медленно переступает с ноги на ногу, распухыривает свой зелено-золотистый хвост. Хвост соответствует необычайно торжественной, вернее, чванной церемониальности, введенной при княжеском дворе. Греческий дворцовый блеск на московский лад. Тут невольно вспоминается еще меткое русское определение. Ходит спесь, надувающаясь, сбоку-набок переваливаясь. Спесью стали заболевать наши в киевское время высоко доблестные, чрезвычайно простые русские князья. Быстро развившись в доме Рюриковичей, это заболевание довело до маниакального бреда величия Ивана IV. Он возводил свой рот от пришедшими к русским князьям по наследству от царя Персидского Навуходоносора. Царь Иван IV в бреду погубил свое потомство, как бы добрый рот Рюриковичей, не вынося в гнездившегося в престол русско-антихристово духа превозношения сам собою префекте. Интересно здесь отметить, что историк Креческий, никогда в своем изложении не употреблявший эпитет таинственный, здесь дважды повторяет таинственное пресечение династии. Значит, столь сильное здесь влияние мистического, что даже рациональный ум, прагматизм не может уклониться от некоего знаменования. Русские милостивцы, Владимир Святой и Владимир Мономах и весь великий сон святых Рюрикова рода возопили ко Господу, чтобы не дал их роду участвовать в деяниях зверя, победившего святых. Видимое благоволение Господа к мольбе своих свидетелей верных сказалось в том, что род пресекся не безумием Ивана Грозного и не властью сына его Ивана, которого отец увлекал в свою земную ярость, и вдруг, сам, не помня себя, поразил яростью гнева небесного себя. Род пресекся кротким спятым, по мысли народной юродством другого сына Грозного Федора Ивановича. Царь Федор отказался от царской власти и величия и отдал их постороннему человеку Борису Годунову. При новой династии романовых зверь являет себя уже полным победителем и всецело владеет разумом царским. В этой династии не только не было святых, но никто из этого рода даже не имел общения со святыми, вернее, не мог, о чем так горевал последний вроде обреченный император Николай II, который все свое царство не как бы судорожно искал святых и вместо них получал распутин их как некую эмблему с тем распоряжающегося зверя. Интересно характернейшая история, если Александр I кончил жизнь сибирским царцем, то с какой необычайной тщательностью его сородичи и потомки вскрывали правду, несомненно ее зная. Несчастную династию эту выбрал сам народ в церковь на русском соборе после смутного времени. Можно было выбрать иного царя, ибо в русском народе, как мы знаем, жили очень высокие люди с характерным преобладанием сердца, а не других качеств. Такой был Василий Голицын при царевне Софии, про которого даже его враг сказал «Был он ума великого и любим от всех». Артищев при Алексея Михайловиче, который любил ближних как самого себя, позднее стиранский умнейший и сердечнейший человек, погубленный великой блудницей. Люди подобные этим были и в то время, когда выбирали новую династию, ибо они всегда есть в народе церкви. Но чтобы признать их и поставить на первое место, необходимо иметь духовную и святую чувствительность. Давно побежденный материальностью русский народ как бы по указке зверя выбрал незрелого и хилого отрока Михаила. И таким образом помог зверю совершенно овладеть разумом власти. И далее кажется сама природа участвует в необходимом для зверя порядке вещей. Вот интересное замечание историка Ключевского о первых временах поцарения дома Романова. Что-то роковое тяготело над новой династией. Судьба решительно не хотела, чтобы выходившие из нового царского рода носители верховной власти дозревали до престола. Из пяти первых старей трое Михаил, Алексей и Иван воцарялись едва вышедшие из недоросли, имея по 16 лет, а двое еще моложе Федор 14 лет, Петр 10. И старелищи, повторяя своего рода начальника, оказывались хилыми, недолговечными, иногда прямо убогими людьми, как Федор и Иван. Даже под живым, светущим лицом царя Алексея скрывалось очень хрупкое здоровье, которого хватило только на 46 лет жизни. Напрасно думать, что Петр являл собой великую здоровость. Психически это был, несомненно, глубоко неуравновешенный человек, одержимый различными идеями. Ничто так не оправдало истину откровения. Действие зверя здесь необычайно видимы. Порядок вещей при правлении сделался совершенно независимым от личных качеств, будто бы очень самодержавных царей. Вот та царская спесь, которую начал Иван Третий в угоду своей жене, греческой царевне Софии. Продолжал Василий Третий, довел до мании Ивана Четвертого. Теперь становится не личным качеством царя, а вселяется в царский престол «Самое имя царя», как некое страшное чудище облох Азорно Илаей. Михаил от природы был тих и смирен. Алексей, его сын, был не только тишайший по природе, но и по разуму ненавидел похвальбу. Всегда утверждал «Лыше слезами, усердием и низостью перед Богом промысл чини, чем силой и славой надменностью». Его житейским наблюдением было, кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен бывает из его письма. В одном письме он также говорит «Я недостоин в псы, не только в царей». Таково было умонастроение, такова же была действительность. Историк говорит «Никогда самодержавие не было так стильным, как при Михаиле Федоровиче». Царь объявил «Сделана наша печать новая больше прежней для того, что на ней прибавлено самодержец». Вещественное обнаружение самодержавия начинает придаваться величайшее значение.